Музыка Российская поп-группа побила рекорд по продажам альбомов Beatles, Майкла Джексона и Мадонны Их хиты возглавляют главные мировые чарты Главный экспорт России в мире – группа Тату Компания Universal делает ставку на Eminem и Тату Российская поп-культура опережает Европу и Запад Вы же вряд ли сможете дальше продолжать использовать этот образ двух девчонок? Мы не будем ничего говорить, каким будем дальше, время покажет Время идет, и мы посмотрим, что будет завтра, что будет послезавтра, что будет через месяц, через два И вообще, что будет в новом году Вы не будете, потому что вы не знаете или ничего не говорите? Да, потому что все как пойдет, так и пойдет, вот и все Да, в прошлом я не политик, но, как мы знаем, политиками не рождаются, ими становятся Я иду в Госдуму от Единой России, чтобы не на словах, а на деле добиваться принятия решений в интересах большинства граждан страны Что, кстати, является целью Единой России Я верю в вас и верю в добро И на этом пути нас не догонят Юль, зачем? Мы все возрослеем, сталкиваемся с рядом проблем, препятствий Видим, как это не решается, видим, как наши политики не совсем справляются И так как Единая Россия открыта праймерс для любого из нас, гражданина Российской Федерации Я решила попробовать, почему нет? К этому я шла давно, я думала об этом, это был такой осознанный для меня шаг Можно сказать, что косвенно я участвовала в политике Олимпиада Слушайте, меня вообще заморозило после Олимпиады, я в таком ауте Я пока до сих пор не могу прийти в себя, что мы здесь Это очень круто, правда Открытие Крымского моста Но я была просто в роли певицы и артистки А сейчас я подумала о том, что почему бы мне не быть полезным в качестве депутата для нашей страны А что ты можешь сделать, как депутат для страны? Попробовать Ну попробовать что? Социальная гарантия государства перед людьми, особенно про тех, кого мы забываем, 40-60 лет Мы увеличили пенсионный возраст Я с этим не согласна У меня тоже есть родители, которые заслужили иметь гарантии от нашего государства Ты в курсе же, что сами депутаты Единой России поддерживали изменение пенсионного возраста Правильно ли я понимаю, что ты пойдешь против депутатов собственной партии, что ли? Нет, я не пойду Я постараюсь по хорошим примерам из собой как-то внести коррективы в это Ты вообще согласна с политикой партии Единой России? Не во всем Вот смотри, закон Димы Яковлева Что ты думаешь на эту тему? Я пока не готова обсуждать никакие законы Я пока вот глобально... Ты знаешь, о чем это закон? Глобально вот эти вот все моменты я обсуждать пока не хочу Я вот... Нет, подожди Ты знаешь, о чем закон Димы Яковлева? О чем? Это закон о том, что нельзя играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть Ты согласна с этим? Согласна Если дети, например, играют в футбол там, где есть дороги и машины, это опасно Правильно? Потому что когда ты в игре, ты можешь выбежать на дорогу и... Закон о гей-пропаганде Отрицательные персонажи Когда мы видим потом актеров, мы же их не ассоциируем с отрицательными героями Это прежде всего человек, который есть роль определенная, которая была одна в моей жизни Которую мы играли Был создан образ нашим продюсерам Но у меня рождались дети Понятно, что они рождались не от девочек Я нейтрально в этом То есть я считаю, что это выбор каждого человека Я не хочу никого осуждать Но при этом я за полноценную семью, где есть мама, где есть папа, где рождаются дети Ты говоришь, что ты нейтральна на эту тему Что это имеется в виду? Потому что пока вы были как пара группы То было ощущение, что вы как раз не то что нейтральна А вы очень поддерживаете И вы были главной надеждой ЛГБТ Была некая роль Правильно? Плюс... То есть вы играли? Мы играли, конечно Это была роль, созданная продюсером для нас Где мы исполняли ее То есть вы обманывали, по сути, людей? Ну, по сути, получается, что да Потому что, ну, все знают о том Что в 19 лет я родила дочку Вику В 22 у меня родился Самир Собственно, вот эта вот иллюзия, она начала рушиться Скажи, а вот ты стала, допустим, депутатом И от тебя зависит принятие каких-то важных решений И вот ты видишь, что появились две девчонки 15-летние В клипах целуются, творят не весь что Все очень красиво, классно Ты конкретно за это или против? Просто ответь А можно я буду не за и не против? Можно я буду просто нейтрально? Нет, в политике так нельзя Хорошо, тогда это музыкальный бизнес Пусть будет Я просто хочу сразу напомнить тебе о законе О пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений И по этому закону он просто не пройдет То есть сегодня такой клип, который вы сняли тогда в группе Тату По закону нельзя показывать Это было 20 лет назад Это хорошо, что сейчас его нельзя показывать? Сложно мне сказать, потому что есть интернет, которым сейчас пользуются мои дети Они телевизор вообще не включают Ну просто вот смотри, очевидно же, что мир изменился Раз столько лет назад Можно было вас показать по МТВ И начать историю вашего головокружительного успеха А сейчас, спустя 20 лет, это просто по закону невозможно Вот как ты думаешь, это хорошо или плохо? Я считаю, что это отвратительно Я очень хочу, чтобы у нас таких клипов, как вы сняли 20 лет назад Было больше Я считаю, что это круто, это свобода, это самообман Дети все равно залезут и посмотрят все, что им нужно Вот то, что мы говорили Вот то, что мы сейчас говорим Я считаю, что это лицемерие Я считаю, что есть клипы, есть фильмы Есть куча всего того, что можно смотреть по телевизору Почему нет? Есть развлекательные каналы Есть развлекательные каналы То есть ты считаешь, что это хорошо? Это нормально Обычно здесь начинается реклама Но только не сегодня Итак, музыкальная викторина от Spotify И как и в любой викторине, здесь должна быть заставка Привет, смельчак! Это музыкальная викторина Что ты знаешь о Собчак? Хех, вот тебе и первые рифмы И сразу первый вопрос Под какой жанр Ксюша любит медитировать? Вот четыре варианта ответа У тебя есть пять секунд Поторопись, пожалуйста А то мне уже как-то скучно И правильный ответ Тяжелый рок Ведь под него даже медитация выглядит круто Повышаем сложность Какую песню Ксюша слушает лишь раз в году? И да, на экране подсказка И правильный ответ Песня бременских музыкантов Потому что вот почему Ай, чужие! Мы страшные тревоги! Мы думаем, дорогие дороги! Это бременский музыкант Принес тебе твой подарок от мамы А поцеловаться с бременским музыкантом? И финальный раунд Под какого исполнителя Ксюша обычно делает такие движения? А теперь правильный ответ Конечно же Чайковский Ведь под него так приятно тренироваться А ты о чем подумал? А теперь оцени свои результаты Ксюш, один вопрос Да? А при чем здесь Спотифай? Как при чем? Спотифай лучше всех знает Как слушаю именно я Вот ты слушаешь музыку? Ну да, бывает Отлично! Спотифай запустили компанию Так слушаешь только ты Переходи по ссылке в описании И ты узнаешь интересные факты О своем уникальном опыте Прослушивания музыки в Спотифай Например, только я могу слушать Слава Марлоу После Пугачевой Для чего ты поставила хэштег Нас не догонят под постом в инстаграме Что идешь на праймарис? Потому что я привыкла в жизни побеждать И если я иду к чему-то То я ставлю перед собой эту цель И добиваюсь ее Имелось в виду, чтобы, наверное, люди Вспомнили ту, ту песню Правильно? Ну, многие, знаешь, многие мне сейчас говорят Что, наверное, это такой, типа, пиар-ход Чтобы ты вот как бы заявила о себе Нет, это на самом деле был осознанный шаг Но имея бэкграунд мой И имея определенную Известность, славу Почему бы и нет? Знаешь, какой самый популярный комментарий Под твоим постом? Какой? Догнали Догнали Понимаешь, почему? Правда не понимаешь? Сегодня 99-й год Бензиновый кризис Скуратов, лесные пожары Прокат сибирского цирюльника Кафельников, первая ракетка Война в Югославии Солнечное затмение Скандал Бэнк оф Нью-Йорк Вторая война в Чечне Книга «Дженерейшн Пи» Шлягер, Билли Негр Вначале группа тату состояла из одного человека Еще как бы не тату Еще как бы предвестник тату Но Шиповалов уже принес Даже не как бы, даже не предвестник Это изначально был совершенно другой проект С другой идеей То есть, когда Ваня делал кастинг Он устраивал кастинг Хотел найти девочку, которая споет песню про войну И этой песней была «Югославия» Прости, сестра моя «Югославия» Ну, он инвестор и, собственно, финансовый директор тоже, да Борис сказал, что Ваня ушел от него просто ошарашенный Он такого не ожидал И потом уже началась как раз вот эти вот судорожные раздумья «Чего бы такое сделать?» Скажи, пожалуйста, вот что у 15-летней девчонки было в голове по поводу этой песни? Сначала вообще ничего То есть, как и любой 15-летний подросток Меня занимали совершенно другие мысли Другие дела Там школа, уроки, мальчики Тусовки и так далее Когда я приехала записывать песню Я просто помню очень хорошо этот момент Я встала от микрофона, начала петь И Ваня меня такой убирает Так, выходи, говорит, из студии И я помню, он меня посадил рядом с собой Прямо на студии И сказал, ты вообще понимаешь, о чем ты поешь? Ты знаешь, что происходит сейчас? Весной 99-го года весь мир обсуждал главную новость Бомбардировки Югославии силами НАТО Пилоты Альянса совершали до 800 боевых вылетов Было применено полторы тысячи высокоточных крылатых ракет Более 20 тысяч бомб И он мне начал давать вот эти вот То есть я думаю, что это был такой психологический ход Это шиповало, сказал Да, да С одной стороны психологический ход С другой стороны он меня очень хорошо правильно настроил На вот это вот настроение Потому что очень важно А что он тебе говорит? Ты знаешь, что случилось в Югославии? Знаешь, что там война? Там люди умирают Там люди вышли на мост, а на них начали кидать бомбы Но только он, конечно, Ваня тоже достаточно эмоциональный человек Он это говорил не так, как я сейчас спокойно говорил Ты понимаешь, что они вышли на мост и на них сверху кидают бомбы То есть вот прям Вот наседал, наседал, наседал И девочка Лена пугалась, пугалась, пугалась А потом пошла, встала к микрофону, успела С Ваней всегда было очень интересно общаться Он, наверное, меня как-то завораживало, что ли Он был совершенно не похож на всех, кого я знала Вот, и Саша Вайтинский Вот Саша Вайтинский, он же написал слова Он написал Югославию Он написал еще «Скажи зачем» Скажи, почему он не остался в проекте «Тату»? Вот насколько я знаю, он был не согласен с концепцией Когда эта история началась Вот там звонил Ваня и говорил, что там Приезжайте, мы едем на студию тогда-то, тогда-то Мы приезжали Потом мы вдруг начали ездить на какую-то другую студию Я вообще это, ну, как-то вот Ну, мы не связывали Мы там сказали, куда приехать Мы приехали, работаем, все То есть как-то не было такого То есть просто не стало Вайтинского Да, то есть мы когда-то Он никогда не обсуждал с вами Нет, может быть, даже мы как-то спросили Что типа Саша, там, где Саша И Ваня сказал, что типа Ну вот с Сашей мы больше не работаем Вот что-то из этой серии Скажи, ты помнишь момент, когда Ваня шиповала Пришел к тебе и сказал Что вот, девочки, давайте Вы будете лесбиянками Да, это была студия Ваня сказал, что есть такое кино Покажи мне любовь Я хочу, чтобы вы его посмотрели Это просто хочу сказать Ты такая симпатичная Фу, Эллен, совсем сдурела Блин, до чего противно Ну, мы с Леной приехали домой Включили фильм, посмотрели Друг на друга посмотрели Намек был понятен Мы приехали в студию И Ваня сказал Вот хорошая история Для того, чтобы Собственно, ее воплотить В творчество И так о себе заявить Как вы сможете? Слабо? Но меня тогда пробивать На слабо было вообще Вот невозможно Мне слабо? Да нет, конечно Он никогда не говорил Что мы будем лесбиянками То есть такого разговора Я, в принципе, не помню Я только помню, что Во-первых, мы долго искали Материал музыкальный То есть было несколько песен До того, как появилась Я сошла с ума Было несколько записано песен И он все вот как-то Находился в поиске А у Вани еще была такая манера Он мог позвонить Мобильных телефонов Тогда не было Он мог позвонить Сказать там Типа, я сейчас приеду Надо послушать музыку И я помню, как он приехал В машине ставил песню Я сошла с ума Демо Не помню, кто ее пел Может быть, ее Лена Кипер Тогда записала в демо-версии Может быть, кто-то еще И говорил Ну, ты слышишь, как круто Он же такой вот прям Тоже эмоция Человек-эмоция Перед съемками Ваня сказал, что Типа, будете целоваться Ну и ха-ха-ха Ну мы такие тоже Ха-ха-ха Я Ну, я помню, что у нас с Юлией Была мысль, что он просто пошутил А, то есть это было так сказано Вскользь Вы даже не Вскользь Даже мы вообще Ни сном, ни духом Что называется Ну, как минимум Я восприняла это именно так И представь себе Наше удивление Когда на второй съемочный день Первый день мы снимали На Хадынском поле Было ужасно холодно Нас клошматило Вообще Било вот этой вот мелкой дрожью Под холодной водой Как Ваня, опять же, объяснял Что холодная именно вода Нужна была для того, чтобы мы не переигрывали У нас же не было такого вот опыта Именно съемок и так далее А ему нужны были трушные эмоции А утром ее спросили Как ей спалось? Ах, ужасно плохо Отвечала принцесса Я всю ночь не сомкнула глаз Бог знает, что там у меня было в постели Я лежала на чем-то твердом И теперь у меня все тело в синяках Это просто ужас Что такое? Тут все поняли Что перед ними настоящая принцесса Еще бы Она почувствовала горошину Через 20 тюфяков И 20 перин Из гагачьего пуха Такой нежной Может быть только настоящая принцесса Дядя Собчак Если тебя подложить под матрас горошину Ты тоже будешь плохо спать? Ты же принцесса Муж говорит, что принцесса Ну горошину я вряд ли почувствую Видите ли, дети Во времена Андерсона Еще не было матрасов Кин Коил А если бы были То сказку писать было бы не о чем Кин Коил Матрасы премиум сегмента Которые отличаются высотой и комфортом Как любят говорить в Америке, сон на высоте пробуждает чувство собственного достоинства. Изготовлены они только из натуральных материалов. Латекс, овечья шерсть, хлопок, бельгийский шелк и изысканное итальянское кружево. Причем делаются они исключительно вручную. Все матрасы премиум-класса проходят тройной контроль по самым высоким стандартам. Пружинные блоки, наполнители выдерживают любую нагрузку и позволяют вашей крови свободно циркулировать во сне. Какое бы положение вы не выбрали, вам всегда будет удобно. Ксения, как вам? Нравится? Очень мне прекрасно. Тогда позвольте, я заберу горошин. Все еще сомневаетесь? А вот производители Кин Койл в себе уверены. Гарантия на эти матрасы – 35 лет. Все подробности по ссылке в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, и губы не дрожат вообще. Даже с синего цвета. Так, готовы, да? Кстати, не синего. Даже не размазываются. Готовы! Мы поднимаем материал от земли на пленку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, нет, абсолютно всерьез. Ситуация, хэлк, ситуация, сус. Не двигаешься, не двигаешься, да? Первый раз вы поцеловались сразу на съемке, правильно я понимаю? Это было сложно. Это было сложно. Мы смеялись долго. Ваня, Ваня злился, психовал, потому что-то, ну, это было... Ну, было смешно просто. Это мило, я видела эти видео. Ну, было смешно просто, понимаешь, сыграть вот эту роль было сложно. Но тебе Ваня объяснил, про что эта песня? То есть вот про Югославию ты очень подробно объяснила, что он тебе рассказал? Тогда нет, мне кажется, такой вот более-менее разговор уже состоялся потом, когда мы отсняли, мы не могли отснять сцену с поцелуем. В итоге то, что вышло, то есть мы, когда начинали целоваться, мы начинали смеяться ужасно. Ваня ужасно злился. И в итоге мы так ее и не сняли до конца. И вот это вот наше отдаление друг от друга, это промотка назад того же кадра. Потом уже как-то вот Ваня начал говорить о том, что вот существует вот такая любовь, вот такая, там, вот что ее не совсем принимают. Ты знаешь, сколько вообще самоубийц среди ЛГБТ? Сколько людей покончили с жизнью только потому, что они думали, что с ними что-то не так. И ты себе даже представить не можешь, сколько писем есть к нам, обращенных от разных людей, вы спасли мне жизнь. Спасибо вам. То есть это была помощь в том числе и ЛГБТ? Конечно. Это была... Это была... Почему это вообще, мне кажется, так зашло? Потому что это была, опять же, настоящая история. Это удивительная вещь на самом деле, потому что зачастую все сводит именно вот к сексуальной составляющей нашего проекта. Что ах, лесбиянки, ах, целовались, а вот геи там и так далее. Проект не про это. Проект про любовь. Лене было сложнее? Сложнее. Сложнее, потому что... Ну, на многие вещи ей было вообще тяжело соглашаться. Она такая у нас очень правильная была, очень... У нее есть какие-то свои определенные рамки, через которые она никогда не перешагнет. Приходилось уговаривать, упрашивать, объяснять, ругаться. То есть тебя уговаривать не нужно? Нет. Видишь, видимо, об этом спустя годы вспомнили депутаты Единой России. Я был подросток, знаешь, такой вот как мальчик-девочка, который вот... Мне нравилось все, что было правильно-неправильно. Вот мне было интересно экспериментировать. Я была вот в этом всем с гармонией, с полной. Вы поговорили. Как развивались дальше события? Я так понимаю, что Лене и на родителе были же не очень за. Не очень за. И Лена сама была очень... Ей было сложно переступать через какие-то моменты, но она шла. А как, вот до тебя же доходили слухи, вот как ты поняла, что Ленина родители, например, не за эту историю? Ну, потому что, во-первых, сама Лена об этом говорила, что как бы вот в семье у нее напряжна и бабушка, и мама, и как-то все это вот... Такое было для нее сложно. И на самом деле Лена, она зависимый человек была. То есть мнение мамы, бабушки и семьи для нее было очень важно. Поэтому когда она приходила в проект или в студию, она как бы, ну, ее мозг был там, хотя в глубине души и внутри было видно, что ей, возможно, и хочется и попробовать, и быть. И вроде бы, да ну ладно, вроде бы здесь нет ничего такого. А не было хоть. Не то, чтобы против, но они считали, что есть какие-то моменты, которые девочка делать не должна. Это такая... Ну, я помню, у меня самой было там 15-14 лет. Все это, вся тема секса в этом возрасте, это все такое прямо таинственное, такое запретное. И об этом говорить-то неудобно. И тут камера, мужики стоят. Вы при ней должны... У меня не было, я не знаю, как у Юли, но у меня не было ничего запретного в разговорах о сексе. То есть я всегда эту тему, я про нее знала, я задавала вопросы, мне на них отвечали, я много говорила с мамой. Потом у меня была такая не очень приятная история я в 11 лет с маньяком. С маньяком что-то имеешь в виду? Ну, мне повстречался один раз маньяк, в жизни мне было 11 лет. Мне повезло, все это закончилось так достаточно нормально, без сильных потрясений, без серьезных травм, но тем не менее, такой эпизод у меня в жизни был. А что он, он пытался к тебе приставать? Да, да. И поэтому на это, собственно, объясню, почему мама настолько открыто со мной говорила на такие темы. Потому что она очень боялась, что на меня это наложит серьезный отпечаток. Ну что, Инесса, мы в той самой шестикомнатной, если я не ошибаюсь, квартире, которая в том числе была куплена на гонорары дочери в момент пика славы. Правильно я понимаю? Нет, эти квартиры были куплены на другие средства, их покупал мой муж. А на гонорары дочери была куплена другая квартира, которая находится в этом же доме. И сейчас там происходит ремонт. Но Лена, получается, купила квартиру рядом с вами. То есть у вас такая связь серьезная получается, если в одном доме. Ну, абсолютно. Потому что какое-то время она снимала квартиру, это было где-то там, не пойми где. И я поняла, что это ужасно, когда ребенок находится в... Вообще не пойми где. Я здесь, а она где-то там. И когда появилась просто возможность, да, приобрести квартиру в этом же доме, только в другом подъезде, то мы ей незамедлительно воспользовались. Ой, слушайте, у вас здесь прям такой уголок. А это вы или Лена собирали? Это и я, и Лена. В основном это наша бабушка в Царстве Ей Небесное. Она была реально воцерковленный человек. Она соблюдала все. Потому что Лена много в интервью говорит, что она человек верующий. Ну, да. Это из Иерусалима. И в Иерусалиме это было что-то невозможное. Это непередаваемо. Это место, в которое надо возвращаться все время просто. А можно посмотреть? Конечно. Молитва ангелу-хранителю за детей и внуков. Когда поднялась на Голгофу, то просто вот такое было впечатление, что от пяток пошли рыдания. Рыдание вот снизу и невозможно. И это все выплескивается. Скорбь, страдания, ощущение вот этих страданий, которые были. И потрясающая совершенно вещь. Икона Ростовая Матери Божьей, у нее нет лица. От горя, потому что видеть своего ребенка распятым на кресте, это же вообще что? Это как? Как это можно вообще пережить? Четыре миллиона продаж дисков. Платиновый диск. Вы говорите обалдеть. А вы-то обалдели, скажите. Конечно. Конечно. Да я просто прифигела. Я честно говорю, я вообще не ждала ничего подобного. И как бы у меня были совершенно тривиальные мысли. Мне хотелось, чтобы ребенок стал или медиком, или юристом, или экономистом, не знаю. А тут фигак. Получите. Хорошо. А как вы отнеслись к идее Шаповалова, что девочки должны быть, извините, лесбиянками? Я очень удивилась. Удивились? Да. Удивилась. Я сейчас по себе просто думаю. Вот ко мне приходит там мой ребенок. И говорит, что слушай, такая идея, глаза горят. Гей поцелуй на сцене. Это сейчас очень важная тема. Это так будет провокационно. При этом он сам не гей. Давай, вот я сейчас. При этом ему 15 лет. Я опекун, да, и решение финальное за мной. Блин, это было бы для меня, вот я даже говорю, у меня мурашки, ну, мне бы было очень сложно принять такое решение. Мне и было сложно. Это всем сложно. Ну и что? Я просто увидела, что она хочет быть в этом проекте. и я не посчитала возможным помешать ей, потому что я поняла, что если благодаря мне ее участие в этом проекте не состоится, я буду виновата в этом потом всю жизнь. Я решила, что это ее жизнь, и она должна ее жить. Так, как считает нужным. Это 90-е годы. Даже в Америке на момент создания группы Тату такого еще не было. Бритни Спирс заявляла, что никакого секса до свадьбы у нее не будет. И в этот момент, когда, по сути дела, Америка в этом музыкальном смысле отставала от нас, появляется Тату. И появляется у вас на кухне в виде девочки, которая приходит и говорит, вот нам придумали такие образы, мама, мы будем лесбиянками. И я пытаюсь понять, как в советской, при всем уважении, в советской женщине с Чеховым и Достоевским на полках, что происходило в момент, когда ей это сообщили, что врача и адвоката больше не будет. Суть вопроса заключается в том, насколько ты доверяешь собственному ребенку для того, чтобы позволить ему заниматься тем, что он хочет. А потом я поняла, что это бомба. Реально. Когда увидела клип, я поняла, что это, ну, правда, это бомба. Вы где? Вас не слышно? У меня сейчас убьют. Эти двое из Тату с своим появлением на радио и телеэкранах возбудили не только наш интерес. Прибыла российская группа Тату. Мальчики! Обеспеченный порядок мы везем на специальное отделение полиции. И девочки! Мы проснулись, наш клип крутят на МТВ, нас заказывают на радио. То есть это просто был взрыв. Клип, который... Ну, я такого раньше не видела. Я его в школу носила, показывала. У нас был показ для всего класса. С директором, собственно, школы в... в этом же классе. Это смысл жизни. Одна из целей, может быть, похожа. Понятно, что все, что в 90-х было настолько ярко... Вот, посмотри, мы появились в образе двух девочек, любящих друг друга. Вау-бум! Все оборачиваются. Тату-тату-тату. Потому что, наверное, до этого никто этого не делал. Все боялись, все как бы вот стороной все это обходили. И форно-морно, татушки-матушки-кей-парады. Девушки заявили публично, что они лесбиянки, причем в, кстати, таком малолетнем, я бы сказал, по возрасте. Все, за очень редким исключением, восприняли это на ура как шедевр. Ну что, вы знаете, как это вы сейчас? Да! Лесбийская любовь. Ой, как это все страшно сегодня. Все эти аномалии. А что начали говорить ваши коллеги по работе? Вот наверняка же, знаете, эти добрые бабушки-соседки. Да как это можно? Да Инесса, да что-то. Там же не всем понравилось. Там же была вот эта советская в алкогене. Нет, на крешке. Чмурила меня по этому поводу моя ближайшая подруга, которой, к сожалению, уже нет в живых. Чмурила по-черному просто. Что говорила? Именно вот то, что вы только что сказали. Да как ты могла? Да это же какой кошмар! Боже мой, где были твои глаза, уши, лоб, я не знаю, мозги. Еще была очень неприятная история. Младшая девочка ходила на рисование. И вот учительница рисования почему-то решила чмурить сестру Лены. Каким образом? Как она ее чмурила? Ну, она говорила о том, что как это такое возможно вообще, что твоя сестра в этом участвует. Ну, смысл был такой. У меня родилась ассоциация, что ваш вот этот первый поцелуй встает в один ряд с поцелуем Брежнева и Хонекера на берлинской стене. Понимаешь, о чем я говорю? После нас поцеловалась Бридни Спирс с Мадонной. И когда ты видишь такую реакцию окружающих, и когда ты видишь, что вдруг ни с того ни с сего ты стала популярной, и к тебе приходят поклонники, как можно не верить человеку, который это все придумал. Получается, у двух девочек предположил, что это нужно аудитории. Я точно никто сказать не мог. Никаких замеров, кроме интернета, который свидетелся, что посещение подростковых порно-сайтов зашкаливает. В этом и гениальность, что никто до этого не делал. Ваня детский психиатр, ты знаешь, и у него каждый шаг был настолько продуманный даже в плане нас. Нам это объяснить, что для нас это было легко сделать. Не просто какое-то, опять же, или так, или не так, а постепенно, плавно. Большое наслаждение, мы интервью не даем, я думаю, что в ближайшее время мы его давать не будем. Мы придет время, мы будем давать интервью, вы еще все, она все узнает. А если вы интервью не даете, может, поцелуетесь? Ну, без проблем. Он какое-то время нам не разрешал ходить на интервью, показываться на публике, ни с кем разговаривать, отвечать на вопросы. То есть вот эти первые интервью, когда мы ездили, я очень хорошо помню, что отвечал на вопросы наш директор, тогда Леня Дзюник. То есть вы ходили на интервью, но молчали? Да. Да. А как, подожди, то есть вот сидит журналист, сидит ваш директор. Да, и общается с директором. Ну вот я бы, например, была таким же, спросите, но могу все-таки обратиться? Пожалуйста, Лена. И да, все время хотели обратиться. И что, в этот момент он говорит, нет? Мы отсылали к директору. У нас были определенные, как бы, инструкции, я бы это так назвала. Но, наверное, стратегически он правильно все это делал, потому что чем дольше ты держишь, тем больше растет интерес. Ваши гастроли. Чего вы только не вытворяли на ваших гастролях? Вы не боялись ехать по стране, которая привыкла, что после Кобзона выходит Алла Пугачева? Все просто взрывались и орали наши песни. Чего нам было бояться? Провинциальная публика в России, она же все-таки другая. Было пару моментов, когда нас, типа, закидывают. Ну вот, какой-то единичный случай. Да, в Белгороде был случай, когда нас там закидали там серию помидорами, какими-то бутылками. А вот на последней песне публика проявила себя агрессивно. Первые кинули банку из-под пива. Сейчас вы увидите, как ближайшая к нам танцовщица отобьет ее рукой в сторону. Такого ужаса, такого позора ни в одном городе не было. Ходят слухи, что избили участников конкурса. Но у вас же был конкурс, когда вы на сцену звали целоваться. Да. Мальчиков с мальчиками, девочек с девочками. Давай, 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 давай. Нас даже в боку целовались. Вот я представляю Псков, например. ДК во Пскове. Выходите вы. Цирк во Пскове. Арена-цирк. Арена-цирк. И говорите, ребята, мальчишки, трактористы, выходите, целуйтесь друг с другом. Это вот прям реальный фан. У нас, я говорю, у нас в Баку люди целовались. Я не слышу! Я не слышу! Вы понимаете, что сегодня вас бы уже Мизулина привлекла за то, что вы пропагандируете нетрадиционные отношения? Ну, наверное. Но опять же, я говорю, все должно как-то было срастись. Значит, мы должны были появиться именно в то время. И вас наверняка начали приглашать на корпоративы. Да. Расскажи какой-нибудь случай, потому что это же нулевые, я по себе помню, это же самые жирные годы. Очень-очень много было, да, правда, всего. И тогда это было действительно то время, конец 90-х, когда гуляли, мы понимаем, кто. Да, и вы еще девчонки. Слушай, был один, я тебе прямо сейчас, вот то, что у меня первое идет в голову, был такой случай за городом, часа полтора от Москвы. Мы приезжаем, там много разных артистов выступало, но, правда, уже в зале никого не было, потому что там кто лицом в салат, кто уже разошелся по спальням. Мы отработали, ну и одеваемся, собираемся. Вот с нами охранники стук в дверь, заходят и говорят, что уезжаете уже, да? Ну, директор нашей охранники говорит, ну да, девочки. Нет, ну выезжаете, а девочки остаются здесь. А нам 15-16 лет. То есть как бы, ну, мы это все слышим в дверях. Нет, вот вы охрана, директор выезжает, а девчонки с нами это не обсуждается. Директор выходит, говорит, вы вообще понимаете, что как бы, ну, девочкам 15-16 лет, что они могут? Ну, оральные же методы никто не отменял. Прямо так, как говорят? Да. Директору. И мы вот с Леной вот как бы одеваемся и слышим вот эти вещи, что вот, ну, мы за городом полтора часа от Москвы. Люди, понятно, непростые. То есть, ну, наши два охранника, ну, будем честны, что они могут в тот момент вот сделать. А оказалось там, что у нашего директора какой-то там знакомый, который знал тех, кто в этом всем, он позвонил, говорит, слушайте, извините, мы вот здесь приехали. И этот знакомый в этом кругу позвонил, объяснил, что, ребят, вы что, отпустить девчонок, это вообще даже не обсуждается, это наши близкие. То есть, неизвестно, что бы было бы, если бы вот в открытую. Ну, ничего, оральный же метод никто не отменял. Слушай, а перед политиками вы выступали? Да, в Казахстане было выступление. Да, мы выступали. У Назарбаева? Назарбаева, да. А с какой песней, интересно, у Назарбаева? У нас было полчаса программа. Ну, все, все хиты, все были. И они прямо вот под мальчика гей танцевали. Я думаю, что мы не пели, а все-таки на корпоративах мальчика гей. Ну, мне просто интересно, Назарбаев, вот я тоже там работала. Я сожгла с ума, нас не догонят, не верь, не бойся, полчаса, покажи мне любовь. И мальчика гей, я думаю, что мы там не пели. Все-таки это было для других немножко место. Предназначено. Понятно. А для русских политиков каких-то в то время выступали? Нет. Вот так не припоминается. Нет. Я бы не сказал, что это явление и феномен русской культуры. Если бы это был феномен русской культуры, я думаю, что нужно было бы, чтобы этот феномен был, скажем, балетом или симфонической музыкой или цирком. Русский супер-дуэт Тату успешно покоряет Запад. 22 октября альбом «200 по встречной» был выпущен на территории США. С самого начала Тату отличались от всего, что вы видели. И это очень приятно, потому что у нас так много «Бэкстрит Бойс», так много «Бритни». Другими словами, типажи постоянно повторяются. Ну, а Тату – проект оригинальный, свежий, действительно новый. That's right. Тату. Тату – наши новые матрешки, товарный экспорт. Они хуже, чем Бритни. Конечно. Мы как лесбиянки молодые. Это правда, что Стинг записал вам партию гитары? Да, для песни «Фрэнда Фо», это правда. Мы были в Америке в компании «Интерскоп». И они сотрудничали с Стинг, Брайан Адамс, Мэрлин Мэнсон, Эминем, Black Eyed Peas, Леди Гага. Ну, то есть ряд артистов великих. И Мартин Кирзибаун, кто был нашим продюсером в Америке, он был и по сей день является очень близким другом Стинга. И Стинг для нас писал партию, правда, гитарную, в песне «Фрэнда Фо». Это было тогда прям... Ну, вы, наверное, присутствовали в студии. В студии подписывал, конечно. Вот расскажи, как это было, как вы познакомились, какое впечатление. Слушай, ты знаешь, я тебе так скажу, западный шоу-бизнес, он очень отличается от нашего. Там настолько простые вот люди этой величины. В кедах, в маечках, в джинсах, скромненько, девчоночки, здравствуйте. Кофеек, чаек, все это настолько... Нет, вот мы сидели, прям мы ждали, мы прям вот так сели, прям, ой, сейчас зайдет Стинга, что мы ему скажем, как мы... Боря нам так сказала, девчонки, расслабьтесь, будьте теми, какие вы есть, и все, приходит Стинга, о, хеллоу, как дела у вас, пойдем в студию, я вот тут сейчас вот... Все, сидели, болтали, музыцировали, там что-то подпевали, все, все... А он вас знал, естественно. Да, конечно, но он знал, что мы в компании Интерскоп, да, что это как бы... Песню вашу знал? Да. Да. Было это ощущение, что мама, ущипни меня, я не верю, я со Стингом, Стинг для меня записывает гитару, и это вообще... Слушай, тебе скажу, что для нас вообще было, когда мы с Леной в 16 лет первый раз приехали в Америку, для нас просто было вау, потому что все наши сверстники в школе, ну, не то, что мечтать об этом не могли, это было что-то... Вот, грубо говоря, даду идет. Это Нью-Йорк. Мы в Нью-Йорку. Отдыхаем, отрываемся. Два слова, интервью, два слова. Два слова, два слова, пять слов, я знаю, два слова. Как вам Нью-Йорк? Супер, на самом деле, очень круто. Какая была высшая точка, когда ты понимал, что, блин, вот это был наш пик. MTV Music Awards. Когда мы вышли, нас не догонят, и когда Павдеди юбками... Когда получали или когда выручали? Когда мы выступали. Да, такая была интересная идея у Вани, чтобы мы вышли из зала, и с нами тогда на сцене танцевали пусики-долс. И в конце концов девчонки скидывают с себя юбки, танцорщицы, и Павдеди взял эту юбку, встал и просто стоял, ей крутил, и вот это... То есть мы на сцене... Павдеди? Павдеди. С юбками. Это есть видео с юбками. Да, юбка в руке, и вот он... То есть это, сидят звезды-артисты, мы на сцене, MTV Music Awards, это была просто высшая точка вот в этом зале, за еще Павдеди с нашей юбкой. Нам было тогда... Это уже англоязычный альбом 17-18. Ну что может быть круче? Ну вот, например, «Хуй войне». Так. Очень известная наша акция, да? Мы в Америке. У американцев как раз война в Ираке. Мы выходим на Джей Лену, Джимми Киммел, не помню на какой... На какой-то из них мы вышли. Спасибо, девочки. Очень приятно. Спасибо, ребята. Мы хотим спасибо моему гостю, Катю. Асилу, смотри. Потом кому кто-то кому-то шепнул на ухо, что у нас написано, перевел дословно. Нам запретили выходить в этих майках и на следующую передачу мы вышли в майках «Censored». Но при этом акция-то уже все пошла. Она уже разошлась везде и всюду. Ваня объяснял, что любой... То есть разрушение само по себе, да, это плохо. И что у нас... Что мы можем сделать что-то большое, что-то великое. Что все обалдеют. А выставить тату на Нобелевскую, вот, 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 то есть если мы выйдем в этих футболках, где написано «Хуй войне», это политакция практически, да? Ну, так и было, да? Ну, да. И что у нас есть шанс, в принципе, заставить многих людей по-другому посмотреть на ситуацию, что-то изменить в глобальных масштабах. Я все пытаюсь понять гениальность Шаповалова. Кто же он такой? Как же он смог предсказать «Пусси Райт»? То есть, по сути дела, то, что потом взорвало мир второй раз и Мадонна встречалась с «Пусси Райт», это же все, как бы, они же с вас это списали. Да. Ты это понимаешь? Но не было желания написать «Это мы вообще первые сделали». Потому что в любом случае мы понимали, что мы это уже сделали, это уже было после нас. И вождец пожирает маски! Про славная религия жесткого пеница пациентам предлагает принять комфортное! Мне кажется, мы не были настолько жесткими в этих выражениях. Но время стало жестче. Ну, наверное. Мне кажется, что все-таки мы это искусство. А Пусси Райт нет? Там эмоция изначально, она такая, больше негативная, больше злая. У них посыл был вот этот вот, что типа «Нахуй!» А у нас было про любовь. Когда пришли первые прям большие деньги, которые вот ощутимые, они, собственно, наверное, были и последние. Это была Япония. Сколько это было? Два миллиона долларов? Или сколько? Нет, по-моему, миллион. Но вот чтобы нашим зрителям объяснить, 2003 год, миллион долларов, это сейчас как, ну, я не знаю, ну, как 10 миллионов, наверное. И что? Вот и ваши ощущения. Матуму. Мы очень плохо знаем Японию, мы там не были никогда. Хочешь я тату по-русски написал? Мирна! Понимаешь, что останавливаться нельзя? Мы весь мир ведем за собой. Скажите, пожалуйста, так, вы очень выручитесь, да? Вот так показываете. Ну, вот так выбираем просто. Так удобно. Это было яркое пятно, потому что после Битлз были мы. То есть в Японии не было Мадонны, в Японии не было Леди Гага, они как-то не приняли это. Это вообще такой отдельный мир, отдельная страна, и вот после Битлз были мы. То есть они знали, что есть Битлы и есть стату. То есть мы были просто там вот национальными героями. И было невозможно, я как сейчас помню, улица, вот эта гинза у них центральная, мы выходим с Леной прогуляться днем. эта улица просто вызывали полицию, то есть это просто тысячи человек. Причем у них так все интересно, если наши там русские могут тебя дергать, хватать, то они же как вот, ну, они не молча, они без эмоций, они просто телефонами тебя снимают, но это тысяча человек вокруг. И мы в моменте с Леной понимаем о том, что мы не можем ни вправо, ни влево, ни прямо. То есть это просто вызывали полицию, которая немножечко их раздвинула, чтобы мы могли съесть машину и доехать до отеля. С точки зрения гастролей, когда вот вы ездили, это же очень такая ранняя самостоятельная жизнь. Да. Было такое, что вот резко повзрослили? Наверное, да. Нам просто было некогда вообще ничего, потому что график был настолько напряженным, особенно в начале пути, да, вот бумы взорвались и дальше вот понеслось. И вот это понеслось, я помню, я была в 11 классе училась, только благодаря своему директору я закончила эту школу, потому что с февраля месяца 11 класса я уехала на гастроли. По 30, по 35, иногда там за вечер по 2, по 3 концерта мы работали. Сколько за первые гастроли заработали? Слушай, сначала мы, сначала нам платили, типа, 100 долларов за концерт. Потом мы пришли, сказали, мало. Нам начали платить, типа, 300 долларов за концерт. Но это все равно, опять же, за счет количества, это были огромные суммы денег, которые мы зарабатывали, о которых, например, там, девочки или мальчики нашего возраста даже представить себе не могли, как это выглядит. Иван Шаповалов, молодец! 100 долларов девчонкам. Вот, девочкам денег хватит тех, что... что... им... Вот, я думаю, им хватит до конца жизни. Ну, а как? Ну, правильно. Никак иначе. Ну, да. А потом это было 300. А потом, когда опять вот уже начались обсуждения в сторону именно подписания официального контракта, вот тогда уже были подтянуты юристы, и вот тогда уже начались совсем другие условия. Я знаю, что родители в какой-то момент действительно хотели вас обезопасить. Они наняли адвокатов. И я знаю, что Ваня не всегда к этому хорошо относился. Не всегда, это правда, потому что изначально, как ты знаешь, когда начинается проект, есть инвесторы, которые вкладывают деньги, и на протяжении там двух-трех лет все это вычитается там с работы, с концертов, чтобы отдать инвестору. Но дальше же никто не думал о том, что это будет мировая слава. И здесь уже другие гонорары, здесь другие расходы на проект. И как бы, ну, никто не говорил об адвокатах юристов. Две девочки как бы вот сидят себе там, вот, ну, получают они там столько-то, столько-то. Ну, вот, родители в тот момент подумали о том, что, ну, как-то надо, наверное, правда взять адвокатов и в этой ситуации разобраться уже более детально, где деньги, какие суммы денег, сколько пойдет девочкам, как это все делится, какая расходная часть проекта. Это же нужно было все. Мы были несовершеннолетние, мы не знали, мы не думали просто об этом. Мы, в принципе, об этом не думали. Мы были с открытыми глазами, и для нас вот... Все. Поэтому, да, были взяты адвокаты и юристы. Ване это не нравилось. Естественно, это было такое все... Максимально он старался все это завуалировать. А кто вам предложил? Боря предложил вам адвокатов юристов? Да, Борис Ренский. А как же он пошел, получается, против своих же интересов? Он не против, почему нет? Он был инвестором, он был очень честным, он просто сказал, что давайте мы возьмем адвокатов, которые будут с вами вместе, создадим контракт, где будет все прописано. Потому что как раз таки им было нечего скрывать. юристов нашел мой папа. Он дружил тогда с таким политиком Борей Надеждином. И как раз Боря Надеждин посоветовал ему юридическую фирму, с которой мы потом сотрудничали. Юристы что, какие-то лучшие условия вам выторгали? Конечно. Какие? Ну, получается, что мы были практически на равных. То есть Боря, Ваня, я и Юля. У каждого по 25%? Да, типа того. Ваня вообще не про деньги. Ваня про творчество и про искусство. Это он вам так сказал, когда он вам платил 100 долларов? Он так же абсолютно говорил, когда отказался от 2 миллионов долларов за фотографию с энергетическим напитком в Японии. Вы же потеряли контракт с энергетическим напитком как раз из-за наркотиков. Вот расскажи, а как это было? Я не помню, как это было, что Ваня сказал им, потому что все же мы были по ту сторону. То есть есть Ваня, который вел переговоры с ними, с юристами. Я не была в тот момент, когда что-то коснулось наркотиков. Я этого не видела. Но конфликт был. Что Ваня то ли был в неадекватном состоянии, то ли что-то он сказал, то ли что-то он сделал. Просто нас отвернули, и все. Насколько я знаю, японцы хотели от него подпись в контракте, что он не будет курить траву в Японии. И он отказался это сделать, подписать этот контракт. Там же Ваня, насколько я понимаю, он такой тоталитарный лидер очень. Ему было очень тяжело находить общий язык с американскими продюсерами. Вы как-то это видели? Да. Потому что, конечно, у них свое видение, у америкосов. Они ориентировали этот продукт на американский рынок. А все-таки там немножечко другие приоритеты. Потому что у Вани, как ни крути, за всем этим, ну даже если на клипы посмотреть, как они сняты, всегда, ну это вообще свойственно русской культуре, подтексты. Всегда. Контекстно-подтекстные вещи в глубину, там это имеется в виду, ля-ля-ля. Америка, площадь шоу идеальная, великолепная. Но это шоу. Дальше ничего нет. Поэтому, как они могли, собственно, где? Этот хочет все-таки что-то туда вложить, какой-то контекст, потому что он не умеет по-другому. А эти хотят вот такие вещи. Все, что касается шоу-бизнеса, в Америке развито вообще на другом уровне, чем у нас. И раз уж ты туда вырываешься, и ты первый русский, кто попал в эту стратосферу, может стоило, ну как бы, отдаться и играть по тем правилам, может это было умнее? Создатель, креатор, не может отдаться и законы логики, и разумы здесь не работают. Это мудро. То есть Шаповалов просто не мог отдать это американцу? Нет, конечно. Вы думаете, у него из-за этого вообще вот поехала условно крыша? Условно поехала из-за звездной болезни. Я думаю, что это основной триггер. На мой взгляд, Ваня немножко переоценил свою значимость, и мы были на ТВ-шоу, уже тогда сотрудничая с Интерскопом, и вдруг он нам позвонил и сказал, что, девочки, вы на сцену не выходите. Нет, надо с ней встретиться обязательно с Ваней, потому что сейчас мы просто посылаем и выходим на сцену. Это неправильно. Хорошо, я не парюсь. То есть тебе нужно какое-то решение? Я тебе подарил. Все. Ну, приходи, приходи ты сюда, мы сейчас здесь поговорим. Приходи ты сюда. Мы вчетвером поговорим. не надо так вот о том. В тот момент, когда все-таки мы были помладше, мы как-то больше действительно, наверное, слушали, и мы были девчонками, для которых все это, знаешь, как все случилось, и вот, вот она наша мечта, вот мы все, мы готовы сидеть, слушать, делать, вот все, вот. А когда все-таки ты уже проходишь через какой-то этап, ты становишься уже как звездой, и у тебя уже появляются амбиции, и вот тут ты уже можешь... Вот это все тоже имеет место быть. Все-таки, знаешь, как в нужное время, в нужном месте. Ваня оказался учителем. Ваня, безусловно, создал гениальный продукт, но ты же понимаешь, что иногда для того, чтобы создать гениальный продукт, вы становитесь материалом этого продукта. И с материалом человек, создающий продукт, делает разные вещи. Ты же помнишь тот момент, когда Ваня поставил камеру в клипе «Простые движения» и сказал «Мастурбируй, когда кончишь, позовешь». Позвонил Ваня, это было очень неожиданно. Во-первых, мы были с Леной дома. Юля, приди, пожалуйста, у меня есть гениальная идея. Я говорю, Лен, Ваня просила прийти, причем без тебя. Она говорит, ну ты мне хотя бы позвони там из номера, скажи, что все в порядке. Я прихожу, Ваня говорит, ну что, у меня идея. Я знаю, что ты такая вся вот летящая, горячая, там, горячая, там, влюбленности и все остальное. Вот представь, что твой молодой человек это камера. Я говорю, так, что надо раздеваться, танцевать, стриптиз? Он говорит, нет, все гораздо проще. Садишься и начинаешь любить себя. Но ты должна кончить. Я говорю, Ваня, ты знаешь, вряд ли, мне смешно, вот стоит камера. Он говорит, представь, что твой любимый мужчина на тебя смотрит. Я говорю, ну это же не мой любимый, один большой глаз. Ты сейчас его включишь и уйдешь. Я говорю, что? Должно все быть честно. Слушай, ну проходит часа полтора-два, приходит Ваня, а я лежу на диванчике и смотрю телевизор в номере. Ваня говорит, ну как, ну иди посмотри. Он входит, говорит, это нечестно. Ты сыграл, не получилось еще раз. Я говорю, ну мне не получится. Ну правда, ну не получится, но я не могу. Правда, я ржу, но я не могу, мне смешно. Как это сделать? Он говорит, так, ты актриса или нет? Вот представь, что ты вообще как? Ты что, не можешь это сделать? Это элементарные вообще вещи. Самое простое, что может быть, никого нет в комнате. Ты не на съемочной площадке, ты в номере в гостинице. Расслабься, не знаю, позвони кому-нибудь по телефону, представь, послушай голос чей-то. Сделай это. Ну блин, если я это не сделаю, то у меня будет мучиться еще два дня здесь. Я хочу побыстрее как-то вернуться уже в ту жизнь, выйти погулять по Лос-Анджелесу. Надо сделать. Ну в общем, я справилась с задачей. Я включила все свои ресурсы. Сколько тебе лет? 16-17. Сейчас, когда ты думаешь вот об этом эпизоде. Все же страшнее было не это. Камера, я вдвоем, это ерунда. А когда в Японии у нас был наушник, и Ваня сказал, значит, перед песней «Простые движения» ты сядешь на сцене и вот эти 50 тысяч, ты руку вот под джинсы и начнешь мастурбировать. вот здесь я поняла, что камера это правда самое простое, что может быть. Он говорит, надо так сделать. Я говорю, Вань, как это? тут люди, камеры, фотографы, как это? Люди, что сейчас? Как это? В роли кого я на сцене? Но одно дело, камера клип, тет-тет-тет, это как бы моя личная жизнь. Как мне? Чего? Говорит, под джинсы очень красивый, сядь, и 2-3 минуты перед началом песни я запущу ее. Ты вот мастурбируйся не на сцене. Вот это было сложно. И ты сделала? Конечно, я это сделала. 50 тысяч глаз. Это ведь личное. Это было, знаешь, как, ну, я это сделала, но я просто в моменте, мне было сложно, мне было тяжело, конечно. Как ты думаешь, что он имел моральное право просить это от тебя? Я тогда об этом не думала. Ну, как ты думаешь, вот, зная, что вы в его власти, что вы его уважаете, что вы цените его, и что он вам как бог, он имел право вот такие вещи делать с вами? Сложно сказать. Наверное, ну, он же это не делал с точки зрения какого-то плохого и чего-то, знаешь, как из вон выходящего. Коль я сыграла эту роль в простые движения. Это была я. Пожаре, он делал это для того, чтобы у вас было больше популярности, больше денег, соответственно, для вас всех. Конечно, по провокации, все это, все это, все понятно. Но он отталкивался от того, в том числе, он не просил это сделать Лену. потому что он знал, что Лена скажет нет. Сразу. В том-то и дело, ты находил слабое в этом смысле звено, кем нужно манипулировать. Он знал, что я это сделаю. Но ты бы хотела, чтобы твоя дочка была на этом месте? Нет. Ты бы в этой ситуации стала так делать? У меня не было такого опыта. Ну, хорошо, ты бы согласилась. Если бы я была опытной в этой сфере... Ну, снимайте клип. Ваня приходит и говорит, слушай, вот ты в этой сцене должна сделать так-то. Давай, вот тебе камера, мастурбируй, я потом вернусь. Ты будешь это делать? Вот лично ты? Ну, там же ничего не видно. То есть будешь? Не знаю, смотря в чем, если это ради идеи, ради какого-то классного проекта... Ради идеи, чтобы ты когда кончила, у тебя был такой взгляд, который было бы круто снять на камеру, потому что иначе его повторить невозможно. Поэтому холодная вода была в первом клипе. Потому что вы дрожите, и это рождает в этом возбуждение. Хорошо, а как снимают кино тогда с сексуальными сценами и там, где люди кончают? В кино в 99% они играют этот секс. Конечно, там никто не кончает, и никто никуда не вставляет, но это профессиональные актеры, их этому учат. В вашем случае вы не профессиональные актеры, вы молодые девчонки вообще без опыта, потому что Ваня знал, что Юля уже живет половой жизнью, и что для нее это органично. То есть она знает, как это делается и так далее. Наверное, поэтому он ей это предложил. Ты думала о том, почему с Леной у него не было такой связи, как с тобой? Ты же никогда не задумывалась на этот вопрос. Но я знала о том, что действительно у нас с Ваней есть какая-то вот нить, такая, знаешь, когда было легко всегда разговаривать, договариваться, когда во многом мы были похожи. то есть вот какие-то шутки, какие-то там, он начинал фразу, я ее заканчивала. Или там на студии, он что-то говорит, я ее там... То есть вот какие-то постоянные моменты, которые, ну, мы были, правда, очень такими близкими друг для друга людьми. И знаешь, как бывает, вот в проекте есть, должна быть муза. Как у художника муза, как у продюсера. то, что вот... Ну, скажи честно, как девочка в своего учителя, ты была в него влюблена вот в таком большом смысле? Мне он нравился. Не могу сказать, что я была в него влюблена, потому что все равно как бы были романы у меня в жизни, да, были какие-то отношения. Не, ну, влюблена не в смысле, что ты хотела с ним там жить, начать, а в смысле, что он был богом, создателем. Мне он нравился. Я ему доверяла. Он обманул твое доверие или нет? Нет. Но сейчас ты понимаешь, что тобой как бы играли немножко, создавали правильную атмосферу, чтобы сделать с тобой то, что нужно. Знаешь, как это? Мы играли мной, и получается, что играла я. А ты играла в чем? В чувства. В образ. Это же все равно была игра. Это был образ, в котором мы существовали. Нет такого, что когда ты стала беременной, стала из этого образа выпадать, ты стала как бы, перестала быть интересна Ване. У него натул появилась? Нет, потому что в тот момент, когда я была беременна, как раз мы разошлись. Это прям случилось вот именно в тот момент. Тебе не кажется, что это связанные вещи? Нет, потому что мы с Леной сами ушли. Проект «Тату» в Поднебесной, когда это же изначально была история, запись альбома... Реалити-шоу, ты имеешь в виду. Да, это изначально была идея запись второго альбома в прямом эфире. Я представляла себе это так, что будет там идти запись, какие-то обсуждения, обсуждения, как спеть, чего там. Ну, как у нас обычно, как мы на студии работаем. И до решения формата режиссуры, вопросов режиссуры, я беру на себя, ты берешь административные вопросы. Мания величия, она была для меня, очевидно, и до этой встречи. Да нет, нет, нет. Я не хочу это делать. Когда ты говоришь там, давай, ты будешь гостями, а я там буду режиссурой, это свойственное тебе хамство, и, в общем, тут... Ну, это твой стиль жизни, так сказать, на людей срать с десятого этажа. Да. А ты не хочешь заняться записью альбома? Потому что очевидная проблема заключается в том, что ты не записываешь альбом. Не хочу, конечно, не хочу. Ты заходишь записывать песни, а там сидит 30 человек, тебе неизвестных, один в углу, второй чуть ли не окна в окно свешивает, третий там шприцы достает из сумки, вот, четвертый. И вот эта камера, которая со стороны... Что, героин прям был? Ну, я не знаю, что они там кололи, я не видела. Ну, шприцы там вот, инсулиновые там, кто с чем. Я не знаю, что они кололи. Ну, то есть вот притон. Я сразу хочу сказать, наркотики зло для наших зрителей. Кто-то спал просто там вот на полу, на рюкзаках. То есть вот это ты приезжаешь... Вам жатник. Вам же ты приезжаешь записывать альбом, вот эти люди вокруг. Ваня, который приезжает не к 6 вечера, к Мадыгаре, а к 9. И вы просто сидите ждете? Да, мы сидим и ждем. Вот в этом... Да, вот мы сидим и ждем. Он говорит, да, сейчас 15 минут, сейчас я буду. Сейчас, сейчас 15 минут. Только свое, только свое. На солнышко гляжу, все лежу и лежу и на солнышко гляжу рядом, ребеночек и ушами жалко то, что вот так вот все начиналось и так вот все, если это все закончится, так вот все именно грустно и плачевно, конечно, на самом деле. Потому что так все это, я прям помню, какой был бум вообще в стране, сколько было людей, которых нами интересовалось, просто все, все журналы, все газеты, блин, все о нас писали. В Америке мы начали петь, ты же видел, какой успех там, Марти, все какие счастливые, блин, молодцы, говорит, девчонки. Сейчас, блин, все. Понимаешь, сейчас все, сейчас и в Москве, блин, все заглушившие в России, считай, альбома нету. В Америке Мартин с нами не работает. И за Ваню опять же. У Вани на тот момент уже Крышак подружился со звездами очень сильно. И я думаю, что у него не было идеи, а он продолжал творить. А творить без идеи бесполезно. Речь о наркотиках, правильно? Ну, наверное, в том числе. Я не знаю, что там уже до такой степени способствовало вот этому всему. Но я думаю, что прежде всего его шарахнуло, он ощутил себя создателем буквально. Да, вот тогда мы, собственно, ушли в прямом эфире. Долго говорили с Юлей тоже, что типа непонятно вообще, что происходит. нам, конечно, хотелось чего-то более конкретного. Было такое ощущение, что там все время тусуются какие-то непонятные люди. Они как будто вот каждый хотел от Вани кусок оторвать. Во-первых, было жалко. Я, например, наверное у меня тоже была какая-то на него может быть обида. Может быть я чего-то ожидала большего и не оправдались мои ожидания. Что еще большего сделать и мировой? Дальше. Дальше продолжать. Слушай, но ведь был еще один, мне кажется, важный фактор того, что приближался конец сказки. Это то, что не только Шаповалов ушел в наркотики и поймал какую-то безумную звезду, но вы, хоть и с меньшими потерями, но тоже поймали звезду в какой-то момент. Наверное был, но он все равно не настолько был жесткий. То есть вот сказать, чтобы мы были какие-то там, знаешь, вот охреневшие, ногой двери открывали, заходили, там всех посылали, там это я буду, это не буду, такого не было. Слушай, ну вы же такое, что Клавиха на съемки послала, помнишь? Вы знаете, что этот человек лучше всех, в этой стране, лучше художник, это все, вы знаете, Владимир Владимирович. Что, смешно? Мне очень смешно. Тратеги на двух кусок? На одного, большого. На одного, большого. Поехали, народ. Поехали, поехали. Что тут я, с ней дали, нахуй за одного. Ну нахуй это надо. Давай, переодевайся и поехали. Звезда, блин, тоже мне. Знаете, мне кажется, все-таки... Все, все, не надо мне ничего говорить, не надо даже меня успокаивать ничем. Пусть тебя научатся вести, быть прежде всего человеком, а не говном. Звездой себя в остальном ничем нас не удивляет. Есть круче, чем он намного, которые настоящие люди, а не так, как он себя ведет. Параша. Может быть, что-то было в моментах каких-то, ну ты знаешь, это были какие-то еще, может быть, все-таки такой некий имидж, дерзости, вот так пришли, понимаешь, так вот, в своем кругу. В какой-то момент у меня абсолютно несло крышу. Просто... В чем это проявлялось? В ожидании определенного отношения, специального к себе, наверное. То есть, в принципе, не принимались никакие, типа, нет времени или там все занято и так далее. Может быть, я не тот человек, которому хочется это говорить, но вот ты сама пробовала вот эти все вещи. Да, я не буду это скрывать. В моей жизни был период, когда я пробовала. Это было юношество, это было как-то, ну, наверное, шоу-бизнес, знаешь, как почитаешь истории там великих секс, наркотики, рок-н-ролл. Вот это, наверное, та жизнь, где ты волей-неволей ты оказываешься там внутри всего этого и тебя все равно в моменте ты где-то, где-то тебя заносит. Правильно это или нет, ты понимаешь потом, но в моменте, особенно тот возраст, когда ты... Знаешь, я тебя очень хорошо понимаю. Когда ты вот, ну, вот тебя вот заносит, ты оказываешься там и ты все понимаешь, голова у тебя включена, ты все понимаешь. Ты, но ты, ты же должен быть и там внутри тоже. А Шаповалов знал про это? Да. Он тебе это предложил? Нет. Какие-то люди со стороны? Да, уже это было после, в тусовке внутри. Но это вообще страшно, я тебе скажу, история, ты понимаешь просто потом, потому что сколько людей по глупости закончили жизни, в нетрезвом виде садиться и за руль, передозировка наркотиков, все вот это, знаешь, такое, которое в одну секунду все заканчивается, это страшно. Но как достучаться и как объяснить, вот в чем вопрос. То есть даже те люди, кто употребляет, ведь они головой все понимают, когда они трезвеют, что это плохо, что это делать не надо, что я больше не буду, что все уже, что вот все, 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 больницы, лечение, потом все это опять на круги своя, то есть это тот, ну, мне кажется, это все равно зависит от твоего желания прежде всего. У тебя был момент, когда ты поняла, что ты впадаешь в зависимость или нет? Нет, я в жизни вообще от всего очень легко отказываюсь. А когда ты поняла, что больше не будешь вот употреблять? Дети. Сам мир родился. Я поняла о том, что все, я больше не хочу. Я нужна детям, я нужна здоровой, я не хочу никаких последствий потом со здоровьем, со своим, да, то есть я не хочу никаких шагов неправильных в этом состоянии, которые потом на всю жизнь на мне отразятся. С одной стороны, Лена и Юля, с другой стороны, на Шиповалов. Вы считаете, что проверку славы он прошел в меньшей степени, чем они? Или кто-то из них может быть? Я думаю, что в меньшей. Он больше пострадал. Он больше пострадал. Но почему? Ведь им, по идее, несовершеннолетним девочкам голову должно было вскружить гораздо больше, чем ему. Как угодно, только наоборот. Ну, некая детскость, ну, как, или инфантильность, а инфантильность в 40 лет, это уже может быть, и что-то, ну, не знаю, не знаю, он специфичный человек. Но я очень хорошо к нему отношусь. Я его безмерно уважаю за талант. И мне очень жаль, что вот это закончилось ничем. Очень жаль. Мы уходим от Шаповалова и начинаем работать без него с Борисом. Юля занимается своим голосом. Я пишу демо для второго альбома с Сережей Голаяном. И Шаповалов, как он отнесся к этому? Это же вот его, это же он все создал, и вдруг это все без него. Ну, это же к Ване надо спрашивать. Я не знаю. Ну, он звонил тебе, он говорил, как ты можешь, как бы мы могли так само поступить? Нет, вообще нет. У вас ни одного такого разговора? Нет. Он ни разу не упрекнул? Нет. Мы какое-то время с Ваней не общались после того, как проект с ним прекратился. Мы плохо расстались. Да. Как-то мы, не то что плохо, но просто он был в своем вот этом состоянии, непонимании. Как-то мы много лет, прям много, я тебе скажу, лет, наверное, пять. Вообще вот прям тишина. Не созванивались, не виделись. А кто позвонил в итоге первым? Фанаты написали письмо, что Ваня Булин. Чуть ли они приедет с ним попрощаться? Для меня это прям был шок, потому что как это, как это попрощаться? Крови, да? У него была лимфома крови. И как эта встреча произошла? Тяжело, потому что я так в комнату заходила очень аккуратно. И Ваня действительно был в очень критическом состоянии. Он не вставал, он весил, я не знаю, килограмм 30. Лера, его жена, тогда сказала, что Юль, ты последняя, которая может просто вот его взять и, пожалуйста, сделай что-нибудь. Все, кто был, там Борис, Лена, он никого не слушает. И как-то ты знаешь, я его сумела, я его привезла в больницу. Он сказал, что только Юля со мной поедет в машине скорой помощи. То есть ты ехала с ним в больницу и уговорила его? Да. Да. А он не хотел, да? Нет. И в больнице его... Он собирался в Индию, у него в Индии там травы, лекари, горы, воздух там в Индии. Его вылечат. Ты понимаешь, почему у вас такая была с ним связь? А я тебе скажу больше. Я тебе сейчас просто расскажу параллель, который вот на протяжении жизни. Я его привожу в больницу. На коляске он не ходил. Везу его по коридору и слышу вот эти голоса людей. А, это же Юля Волкова, это же там Юля. А, это продюсер, это вот... Мы заезжаем с ним в кабинет доктора, и доктор мне говорит, Юль, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, ну, дело в том, что история Ивана была год назад. Уже зафиксировано, что у него есть лимфома, проблема. Ну, Ваня как-то вот откладывал поход, лечение. Я говорю, Вань, почему? То есть, как бы, ну, почему себя надо было довести вот до такого... Все, я вот... Ну, как обычно, Ваня. Я врачу раз позаиваю вопрос, скажите, а шансы есть? Потому что, ну, как бы состояние, это уже я просто понимала. Он говорит, да, есть. Потому что это не рак, это лимфома, и лимфома не дает метастазов. То есть есть, но ему надо прямо сейчас набраться терпения и силы. Это полгода-год, он будет в больнице, это химия. Это будет тяжелый путь. Я говорю, Вань, ты готов? Да, готов. Май, июнь, это, наверное, была весна после Юрмала. Весна. А в сентябре, в августе у меня рак. Я делаю операцию и приезжаю к Ване уже с замотанной шеей после онкологии. То есть, ну как это вот? Вот как это? Здрасте. Здрасте. Рада познакомиться с вами. Как будто мы знакомы. Как будто да, столько про вас всего посмотрела, почитала. Да, волос. Да? То есть, это взаимно. Вы далеко забрались вообще на Волгу? А ближе нету. Волге ближе нету к Москве. А что вы тут делаете? Почему вот здесь вы находитесь? А я как-то это купил дом здесь родителям. А сейчас в нем живу. Вместе с родителями? Ну, мамы, да, с мамой, да. Оставил в Москве квартиру там детям, супруге, и сам сюда перебрался. Мы тут с тобой встретились, знаешь, как... Я тоже люблю метод провокаций, и в этом смысле понимаю, что делала группа Тату, и считаю, что некоторые из этих провокаций были совершенно прекрасными, фантастическими. Он же такой... простой инструмент на самом деле. Провокация простой инструмент. То есть ты берешь крайность и доводишь ее до какого-то абсурда. Нет. Это у вас же свой рецепт провокации. Ты сейчас свой рассказала. А какой ты? Мой? Да. Ты не берешь крайность. Ты идешь по своему пути, куда ты хочешь идти, и натыкаешься на какое-то препятствие в виде закона. Это может быть закон, это может быть общественное мнение. И вот это момент принятия решения. То есть ты переходишь эту границу или нет. И если ты чувствуешь, что ты прав, и ты можешь ответить за этот шаг, ответить, в первую очередь, перед собой, значит, ты ответишь перед другими. Про твое ощущение 99-го года, ощущение времени, чтобы понять, как это все получилось, как получилось тату. Вот смотри, не самый простой год. Война в Югославии. Ельцин, Путин, Путин, Ельцин. Тебя что волновало тогда, особенно с точки зрения политики? Как ты тогда видел мир? Мы в это время в Саратове встречаемся с Вячеславом Володиным, чтобы подумать об офицерах России. Подумать в каком смысле? Ну, как в каком? Ты встречаешься. Да, да. Помнишь ситуацию? Тогда же вообще существование государства. Вопрос. Общество настолько было напугано этим хаосом, что, конечно, первое, к кому пошло, это к офицерам. Это не случайно считаются силовики. Другое дело, что сейчас они уже не знают, куда дальше идти. Но тогда это был выбор. Это не выбор Ельцина был. Это был выбор общества. Запрос на единство. Вот оно получилось. Единая Россия получилась. А дальше? Надо же это куда-то вести. А дальше? А куда вести? Пока вот... Ну, это же как стату, понимаешь? То есть это же надо было куда-то вести. Первый альбом феноменальный, невероятный. И понятно, что сложная ситуация, потому что что делать со вторым? Да, это драматично было, да. Драматично. Как стату, согласен. Мне не хватило единства в проекте. Что ты имеешь в виду единства? Меня тянуло больше в акционизм. А деньги мирового шоу-бизнеса, это... Ну, собственно, деньги диктовали другое. И вот это был главный консликт. Плюс-минус, когда деньги, когда я начал уже активно сторониться денег, да, которые диктовали конвейер, тогда проект решил выбрать деньги, а не эксперименты в акционизме. А ты считаешь, это ошибка была? Нет, они захотели, они это выбрали. Я это не захотел, я это не выбрал. То есть без него все-таки вас уже так жестко никто не продюсировал? Борис. Ну как он? Мы это же не контролировали. Ну как, ну не то чтобы жестко, а... Нет, почему? Мы обсуждали всякие разные моменты, мы также... Перед этим признанием вы обсуждали? Борис начал нас больше вовлекать в процесс создания. То есть он сказал, что, типа, девочки, ну вы уже там не очень маленькие, вот, давайте будем как-то активно участвовать, давайте обсуждать там, что нравится, что не нравится, как писать там, как раскладку делать, по голосам, да, там, кто поет, какую партию. То есть это перешло все немного в другое русло. Опять же, Иван разругался с Universal, с Underscope, когда мы перестали с ним работать. Борис возобновил с ними отношения, потом они, правда, тоже закончились на определенном этапе, но тем не менее. тоже там какая-то история была по поводу песни. Поругались из-за прав на песню? Нет, не из-за прав на песню, а нам давали еще оттуда, ну, то есть не только то, что писал Сережа, да, Клаян, но еще и были другие авторы, привлеченные со стороны Интерскопа, очень классные авторы, классные песни, все. Очень многие любят второй альбом, кстати, больше, чем первый, он более взрослый, там другие песни. Какая-то была песня, которую нам сказали, что, ну, вот запишем, а, нам предложили, и сказали, давайте вот такую запишем. Борис сказал, нам она не подходит там по истории, по имиджу там и так далее. Они сказали, ну, давайте просто попробуем демку, запишем, а потом, когда уже будем альбом выпускать, вот тогда решим включать ее или не включать. В итоге, когда альбом был записан, никакой решим не было, был поставлен ультиматум. То есть, либо мы выпускаем альбом вместе с этой песней, либо ваш альбом ложится на полку, а это, как бы, смерть альбому. Ну, и, собственно, поэтому со вторым альбомом мы не столько катались. Мы тоже проехались и по промо-турам, там, и так далее, но гораздо в меньшей степени, вот из-за этого конфликта. Почему Universal закончился? Это был, по-моему, седьмой или восьмой год. Больше даже разногласий было с Борисом. Потом уже, потому что Боря, как менеджер, уже стал над нами, что девочки туда поедут, туда не поедут, это они будут, это они не будут, и они уже подумали, что сначала Ваня, потом Боря, все, хватит. То есть, как бы они просто уже устали от вот этих постоянных каких-то фи наших, и на этом все прекратилось. Но, собственно, тогда и у нас уже между собой тоже было много. Седьмой, восьмой год уже начались конфликты между всеми нами. Это я буду, это не буду, это я хочу, это я не хочу. Просто знаешь, есть ощущение, что когда ты ушла от Вани, и уже было понятно, что вы не лесбиянки, потому что ребенок, ты беременная, ты понимаешь, что все ушло после этого как-то? Ну, то есть, есть такое ощущение, что главное было не музыка, а образ. Образ, да, все стало по-другому. Мы тоже это с Борей обсуждали, что рождение детей, ну, все, вот эта картинка, она для многих просто рухнула, что, может быть, где-то кто-то подсознательно еще испытывает там, что, ну, все-таки Юля уже с Феной вместе, гастроли, они же продолжают существовать, ну, может быть, просто Юля родила там вот от кого-то, чтобы как бы были вот дети, но вот они с Леной, но с другой стороны, правда, и мы ведь взрослели, и у Лены были отношения с молодыми людьми, и мы, там было 23-25, как бы уже стоять на сцене, целоваться было как-то, ну, уже не очень, уже этого и не хотелось. Вы играли в любовь угнетенных людей в России в то время, в гомофобной стране, то есть вы давали надежду угнетенным людям как проекта, это офигенно круто. Да. Но вот есть именно такой вопрос, что это такая подаренная надежды, а потом как бы ее... Я просто у тебя пытаюсь понять, ты же наверняка об этом думала. Мне кажется, что сам факт... Нет, не думала, если честно, но мне... Я думаю, что результаты, которые принес наш проект, да, и то влияние, которое мы оказали, и та помощь, которую люди получили благодаря нам, она перевешивает вообще все. Приходило очень много писем, как? То есть вы же как бы были вместе, вы же семья, и мы же вот как бы благодаря вас вот вы помогли нам вот все это почувствовать, и как вот сейчас? Это было тяжело тогда в моменте, потому что когда ты взрослеешь, тебе там 25-30, ты понимаешь о том, что действительно сколько людей пошли за нами, сколько людей поверило нам, а по итогу у меня была своя личная жизнь, и у Лены была абсолютно своя личная жизнь. То есть получилось, что действительно мы обманули. Я знаю, что вам вначале приходили письма с благодарностью, а потом... А потом это были... Что вы спасали от суицида, а потом наоборот... А потом, что нас готовы были убить, сжечь, просто похоронить, что... Какое было самое болезненное для тебя письмо? Был вот момент, когда ты... Прям... Слушай, ты знаешь, даже, наверное, это было не письмо. Ко мне раньше, где жили мои родители, приезжало очень много поклонников. Причем в моменте мы даже как-то я уже стала с ними так, знаешь, дружить. Ну, они просто приезжали вот там после школы, меня увидеть, там, даже не взять автограф, просто со мной поговорить пять минут. И была одна такая девочка, странная, она все время ходила в темных очках, никогда их не снимала и писала какую-то книгу. И она мне обещала, что когда она ее допишет, она мне ее обязательно покажет. И... Одна из поклонниц сказала мне быть с ней очень аккуратной, потому что у нее была цель, она вот с собой в куртке носила нож. И она ждала момента, чтобы как бы по окончанию меня убить. И как бы книга заканчивалась, что я убила вот солистку группы Тату Юлию Волкову. Смотри, вот после того, как ты ушел, ты же все равно наверняка следил за ними, да, после четвертого года. Проект еще оставался. Зачем девчонки так резко признались, что они не лесбиянки? Это были образы и так далее. Вот правильно ли они это сделали? Я никогда не называл их лесбиянками. Ну да, ну слушай, ты в это игрался. Там мы просто любим друг друга, там у них был прописанный текст, что говорить. У нас есть мальчики, но мальчики как друзья. Да, за это заигрывание было, согласен. Но мой образ Тату, он выражен в моих клипах, понимаешь? В песнях и в клипах. Вот, контент, которым я создал образ. В нем нигде нету ни этих, ни лесбиянок, ни... Это общечеловеческие отношения. Нет, это я понимаю. Это же все работает на сугестивном уровне, на подсознании, там, не обязательно какие-то вещи говорить или даже показывать, чтобы люди это считывали. Вопрос же у меня в другом, что ты, они обе это подтверждают, жестко готовил их по каким-то словам к интервью. Ну вот, что говорить, какие главные тезисы, это нормально. Ну, я вообще считал, что нужно меньше говорить. И артист, который говорит, он выбалтывает свои эмоции. В чем трагедия? Не трагедия, а ирония Гриши Урганта. Потому что нельзя и говорить, и петь. Надо выбрать что-то. Или ты поешь, или говоришь. Гриша Ургант хорошо поет и мог бы пойти по этому пути, но он выбрал говорить. И все, и Гриша Ургант умер. У меня вопрос к другому. Вот не было ли это ошибкой? Объясню, что я спрашиваю. Вот это жесткое заявление по поводу того, что мы не лесбиянки, мы притворялись. Может быть, этого хотели и все, и менеджменты, и участники, и это, хотели уйти от этого, да? И родители, там же, адвокаты, там, проектом начали управлять все, вплоть до адвокатов, да? И, конечно, для них это было легче от этого освободиться, идти просто на песнях, да? Но, видимо, не получилось. А в Москве часто бывает? Достаточно, да. Ну, по необходимости. А какие необходимости сейчас остались у вас? Есть продакшн, есть студийный продакшн. Продакшн под небес, да? Ну, музыкальный, я бы так сказала. То есть вы сейчас еще какую-то музыку выпускаете? Да, бывает, да. Артистов каких-то ведете? Присылает-то много чего, а так, каких за деньги? Так, чисто для, на жизнь. А и так для души, каких, вот если голоса какие-то, и на разных языках, вот мне интересно там миксовать. Ну, вот ты говорил в интервью как-то про Вавилон, что тебе очень нравится эта философия, и что, в общем, на разных языках, что люди не понимают друг друга. Это когда вот получил опыт вот этот тату, да, перехода границы языка, как язык переходит границы. То есть меня провели, да, там проводники универсала в английский, да, а это тоже, это такой же путь, да, и я этот путь прошел, я этот путь понял, как это происходит, и с тех пор эксперименты. А проводники, что ты имеешь в виду, что на английском языке музыка как-то принципиально иначе строится, чем на русском языке? Принципиально иначе музыка не строится, а она, в принципе, универсальна. Принципиально провести месседж. Музыка доносит настроение, она не доносит смысла. Смысл ты сама вкладываешь, какие хочешь. А если тебе надо донести смыслы, нужен проводник. Потому что ты, как бы ты не учил язык здесь, если ты не в среде, если ты не в ментальности, если ты не в мемах, если ты не в контексте, ты, как правило, можешь только повторять штампы. И думать, что у тебя получается, как многие делают. Написали песню, ну, фирма. Ну, не отличишь. И правда, не отличишь. Но это повтор. Это просто повтор. Мы это не чувствуем, что это повтор. Потому что вот этого нету, мы не в среде. А там это чувствуют. И когда мы не понимаем, почему наши песни на английском там не идут, мы не понимаем. Лена, я так понимаю, это звукостудия, где ты записываешься, да? А где в том числе я записываюсь? Дима, Билан, Бузова. Кто это? Я не знаю. Штас Михайлов. А твоя-то где фотография? А моей нет. Меня не повесили на доску по счету. А почему ты ушла вот в это звучание? Почему ушла от звучания тату? Ты знаешь, я не то чтобы ушла от звучания тату. У меня абсолютно разное звучание. Есть и, собственно, песни, которые говорят в стиле тату, и те, которые совершенно на тату не похожи. Я просто самовыражаюсь, и мне нравятся разные материалы. Я вообще не считаю, что артист должен себя как-то боксировать, ограничивать в стилистике. Нужно просто петь то, что тебе нравится. Ты понимаешь, почему первый альбом покорил весь мир, а эта музыка, ну, пока, скажем так, востребована на русском рынке, и то не входит в хит-кар. Ну, во-первых, востребована на русском рынке, во-вторых, она востребована и на европейском рынке тоже. Все равно, согласись, разное. Ну, безусловно. А вот почему? Ты понимаешь по музыке или нет? Я думаю, что дело не в музыке, а дело в том, что, в принципе, сейчас все происходит иначе. Плюс, когда за тобой стоит мейджор, да, то там вообще другая история по промо там и так далее. Я сейчас, можно сказать, селф-мейд. То есть у меня нет лейбла, который там запихивает меня в чарты или там заустраивает промо-туры, как раньше это было, да? А ты летала в Америку вот с этой песней? Или вообще ты летаешь туда с желанием мейджора? Я, на самом деле, очень давно туда не летала. Я прилетела, собственно, на фоне беременности. И потом у меня кончилась виза, а потом, ну, мне как-то и не очень нужно было, потому что у меня достаточно такой загруженный график, много Европы, много фестивалей, много работы, поэтому как-то... Не долетало, не долетело еще в эту часть. То есть продюсеры там перестали продюсировать? Нет, а у меня не было там продюсеров. У меня был бэнд, музыканты, которые, собственно, после того, как мы с Юлей разошлись, они остались со мной работать в сольном проекте. И мы вместе писали. Девятый год ты имеешь в виду? Да, девятый-десятый год. То есть мы предложили им посотрудничать, они, собственно, согласились. И мы приехали в Лос-Анджелес писать, сочинять альбом. Но у тебя же был там какой-то крутейший трек, который даже попал в билборд. В билборд. Ты повторила рекорд тату в каком-то смысле. Да, слушай, у меня на самом деле нет гонки за рекордами. Я как-то не думаю об этом в таком ключе. Любой человек, который занимается тем или иным искусством, все равно держит в голове глобальный успех. И в твоем случае ты вообще единственный человек в России, у кого он был этот успех. Согласна, но тем не менее, если стремиться все время, а вот надо вот туда достичь, можно закончить жизнь в Кащенко. Неужели не хотелось после распада тату доказать, вот сейчас я и одна смогу? Наверное, на первоначальном этапе было такое, да, вот когда еще свежи какие-то эмоции, переживания, да, но они как-то очень быстро угасли, потому что я поняла, что это ни к чему хорошему не приведет, просто даже психологически. Скажи, когда ты начал сходить с ума? Да это... Не помню. Такое, не помню. Сейчас пытаюсь вспомнить. А как это узнать, скажи? Ну, наркотики, мне кажется, это важный признак, когда вот ты понимаешь уже, что это как бы уже твоя жизнь. Это не случайная история, попробовал один раз в компании. Не было у меня такого ощущения, такой зависимости. Не было. Это осознанно было. Осознанная тяга к саморазрушению? Да, Да. Зачем? Чтобы поменять что-то, чтобы что-то поменять. Как провокация что-то изменить. Ну, или осознать. А что не устраивало? Да много чего не устраивало. Пик славы. Тебя все называют либо великий, либо гений. Да. Куча женщин. Какие-то истории, тоже, видимо, полуанекдотические, когда вот мне рассказывали твои там, друзья, что просто женщины приходили, ложились в кровать и ждали тебя. готовы были ждать часами самые красивые и, ну, все, то есть фанаты, поклонницы, ты гениальный. При этом это не просто гений, подметающий улицы, а это огромные деньги, миллионы, universal, то есть реализованный гений. Да, было такое. Почему в этот момент происходит тяга к саморазрушению, наркотики и вот это все? Потому что все сбылось, а то, что двигало, дальше двигать уже не может, потому что все сбылось. Желание славы, амбиции какие-то или там деньги, это все сбылось, что дальше? Вот ты ищешь выход какой-то для себя. Ты говоришь, что у тебя вначале не было ощущения зависимости, но в какой-то момент пришло это ощущение, что наркотики меня убивают. Ну, конечно же, уже это ты, если физически ты уже мешают, тогда приходит ощущение, да. Сколько лет длилась вот этот период жесткого саморазрушения? Я не помню, я не считал. Я года считаю по отношениям, по детям, по отношениям, а не по наркотикам. Сейчас в твоей жизни есть наркотики? Я бы не сказал. Ну, как, они всегда есть. То есть ты имеешь в виду употребляю ее или нет? Да. Могу. Могу, если там есть настроение, желание настроения, но так, чтобы как-то специально никогда этого... Я, собственно, никогда их и специально не покупал, всегда это как-то вокруг было. А есть иногда ощущение такое вот у тебя, что вот мог же поступить бы иначе, и тогда бы все это задержалось, и вот этот успех, и этот пик, или не возвращаешься туда? Я же, наоборот, осознанно убежал от этого, отдал все, просто отдал. Ну, убежал, ты имеешь в виду вот в эту наркотическую жизнь, такой скопизм. Да не в наркотическую жизнь, а в... Просто убежал, реализовав свои предыдущие желания и оказавшись перед отсутствием других. Ну, просто, насколько я понимаю, девочки все-таки убежали, а не ты. Девочки из проекта вышли, да. Ну, то есть ты имеешь в виду, что ты спровоцировал своим поведением то, что все это разрушилось? Ну, конечно. Скажи мне про этот фотограф. Да. Ну, Матильду, ты знаешь. Да. Да. Ну, давайте всем скажем, что это вот мы покажем фотку в красном пуховике это Матильда Шнурова. Да. Еще до знакомства со Шнуровым пришла, как я понимаю, в Поднебесо с какими-то воронежскими музыкантами. Да. Да. Здесь Хеля, это... и Люся. Хеля, это... Это все Поднебесное. Да, это все... Кто такая Хеля, расскажи. Артистка Поднебесная. Ты с ней работал. Артистка, правильно? Да. Кстати, у Люси тоже есть песня. Люся, это... Людмила Соколова. Соколова, да. Я, насколько понимаю, она давала деньги на тату. Нет, не на тату. Ну, на раскрутку она давала. Не на тату. Она на... А она что? На на то, там, на следующий проекте, на другие проекты. А ты понимал, откуда у нее деньги? Ну, особо я не спрашивал, откуда у нее деньги. Мне было это... Ну, ты же понимал, что это там... Она была замужем за человеком СБД, которого убили, и так далее. Да, говорила. Да, ты что? Ты не смущал это, не боялся оказаться в каких-то бандитских разборках? Все-таки понятно, что это деньги в нее. Поднебесное было открыто настолько, было открыто, что там встречались и те, кто по одну сторону закона, и те, кто по другую сторону закона. Вот они там встречались. И в этом был этот эксперимент. Вот как ты вообще-то объясняешь, что многих людей вот этих самых 90-х, их же абсолютно смыло временем? Ну, то есть это вот такие судьбы, которые сейчас, уже из 2020-го, выглядят прямо... 21-го, да, только, по-моему? Окей. Выглядят, ну, знаешь, такими странными, поломанными судьбами. Наркотики, бандиты. Слушай, знаешь, поломанные... Кого считать поломанным, кого считать не поломанным, это все субъективно. Кто-то ломается в спальном районе, мы говорим, «Ташки», и не понимает этого. А кто-то... Наркотики тут, знаешь, это все субъективно. Я имею в виду заидгейс такой, как бы дух времени. То есть, условно, Богдан Титамир, который тогда, я помню, он был абсолютный мой кумир, кумир поколения, эти плакаты. Богдан Титамир, женщины, все, роскошь. А сейчас он как бы остался таким же, с ним ничего не... То есть, у него так же вокруг женщины, те же костюмы, те же песни. Но это сейчас уже выглядит... Ну, как бы... Он устарел очень сильно. Да, бывает. Такое так. С кем не бывает, как говорится. Вот как продюсер, скажи мне. Ты устарел? Как продюсер я успокоился, а не устарел. Когда-то мне нужно было доказать, во что бы то ни стало, что-то самому себе и миру. У меня что-то получилось. Какой ценой? Это другой вопрос. А какой ценой? Как говорится, живой. Спасибо, что живой. Вот. Ну, ты рак имеешь в виду? Нет, все. Ну, в принципе, все. Все это... Все связано. Вот. Живой и... И хорошо. Слушай, ну, а тебе не кажется парадоксальным, что вот смотри, все же очень переживали, и все эти интервью бесконечные ваши, вот, в годы расцвета, то о том или о том, что девочки сломаются, груз славы. А в итоге, вот сейчас уже глядя назад, понятно, что тебя это в какой-то момент сломало или там унесло крышу больше, чем им. То есть ты пострадал больше всего, как сказала мама Лены. Это же странно, вот ты не думал об этом, как так? Я взрослый, могущественный, умный, манипулятор, продюсер. А я в итоге проиграл и пострадал больше, чем 15-летний секунд. Ну, это же мое отношение с самим собой. Чем я могущественнее, тем я слабее, понимаешь? То есть это отношение с самим собой, а не... По поводу Юлии Волковой и ее праймарис. А, да. Тебе не кажется, что это просто проявление ужасного вкуса у пиарщиков «Единой России» и кризис идей? Почему ты им не посоветовал тогда, что, ребят, вы не делаете так? Никто ко мне не обращался за советом, меня никто не спрашивал, во-первых. И Юля даже не спрашивала? И Юля даже не спрашивала, да. Она это... Давно меня не спрашивает. Юля вполне потенциально достойный кандидат при правильном позиционировании. Это как, расшифрой? Это причесано. Это на Юлю не похоже. Это ей не соответствует вот тот текст, который ей вложили. Вот. И вот я бы... Ну, то есть выглядит топорно и в ней ее органики. Ты это имеешь в виду, да? Выглядит натянута. Да, выглядит натянута. И здесь... Ну, поправиться... А как бы вот должно быть? Можешь какую-то конкретику дать? Вот как бы это выглядело более органично? Ну, давай поразмышляем. Я не хочу думать за единую Россию. Нет. Никто не... Никто не обращался по этому поводу. Как бы могло быть? Могло быть, когда бы обратились, тогда бы могло быть. Мне просто кажется, это дико интересная тема. Вот такая есть задача. Ну, понятно. Выборы скоро. Надо каких-то новых, разных людей, известных, из шоу-бизнеса привлечь. Как это сделать органично? Это, во-первых, надо делать не под камерами, разговаривать об этом, да? Вот это самое интересное. А во-вторых, без «если бы». Без «если бы». Вот когда «если бы» убираем и камеры выключаем, и тогда начинается разговор. А так это шоу. Продолжение шоу. Я готов участвовать в своем шоу, Ксюша. Но на своих условиях. Шнуров органичен был в этом? В политике? Нет, потерян. Вообще, художник и власть – это тема, это очень русская тема. Когда художник начинает заигрывать с властью, он всегда проигрывает. Всегда? Всегда. Потому что, на мой взгляд, художник выше власти. Потому что художник – источник любви, а власть – источник страха. Уважение. Ну, страх. То есть уважение всегда построено на страхе. То есть власть – она не строится на любви. Может ли художник быть властью? Да, но, конечно. Но только не формальный. Он есть неформальная власть. Над властью. Художник выше власти. Иначе бы такие продажи в iTunes не было. Это несопоставимое. А ты художник? Конечно. Да. Юля потеряла голос. Да. В том числе, ну, ты же понимаешь, из-за того, что ты заставляла ее жить на взрыв. Да, она кричала, и этот голос ушел. Там есть момент у Манского, очень важный, когда она говорит, что Ваня, я потеряю голос, что же я буду делать? Как же я потом буду петь одна? Не обязательно, чтобы был второй альбом, такой же, как первый, где там, ну, я, 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 год, потом ходила с такими узлами и с несмыканием связок. Мне это не надо больше. Я не хочу больше. И вот сейчас мы видим, что у нее нет голоса. Она не может петь. Ты винишь себя за это? У Юли не могло быть другого пути, кроме как отдавать для себя. она такой человек. И заставлял ее, не заставлял, это не имело значения. То есть я ее, я и раскрыл ей голос, у нас не догонят. Я ей показал, как она может открыться. То, что так получилось, ну, так получилось. Но ты винишь себя в этом? Как можно себя винить, если это было осознанно? Я понимал, что такое может быть, если... И это ее выбор. Это ее выбор. Но это тоже. Ты же вот там говоришь, ну, крикни, ну, крикни еще два раза. Тут всего два раза. Нам этого ничего не надо. Там вот как раз была песня. Да, на запись. Я могу петь, не орать. Любой, но пару стручек надо. Ага. Следующая песня, Ваня скажет, опять на октаву выше. Следующая песня, опять на октаву выше. И, Ваня, опять я в каждой песне буду орать. Две строчки, хотя бы, в каждой песне. В кульминации. Открытая кульминация, и все. Я же не говорю, что песня нравится. А песня не получается. Если ты не орешь, кульминация... Все получается, Ваня, все получается. Другого пути я ни она не представляла для себя, ни я. Я вообще горжусь твоей мамой. Она выступала перед Шаповаловым, пыталась защитить тебя с тем, что вот пусть Юля не поет, у нее голос, что нам будет по контракту, если она перестанет петь. И Шаповалов молчал тогда. И она начинает петь. Вот так, как тебе надо. Записывайте вы сейчас песню, клип, альбом. Не исключено, те врачи сказали и эти. Взрыв, взлет идет кисты, буквально на ровном месте. Идет операция, и все, и остановка проекта на какое-то время. Опять какое? А что дальше? А с ней произойдет, кто за нее будет отвечать? Вышла она из строя. Вот мне интересно, кто за нее будет отвечать? Вот мы вышли из строя, и мы вас подводим. Бах, и не можем вот здесь петь. И что? Что мы будем должны? Мы вот, Юля, что будет должно проект? Что вот? Если она не может засекать. И ты сидела напротив. Ты что думала в этот момент? У меня было двоякое чувство. Мне и хотелось. И я соглашалась с мамой. Потому что я понимала, что действительно мне было очень тяжело. И Ваня в тот момент обо мне не думал. Обо мне думали родители. Мама, которая действительно искренне за меня переживала. И в то же время у меня было тогда настолько... Я жила этим проектом. Я была настолько... Это была моя жизнь. Это была моя, знаешь, душа и сердце. То есть это было настолько для меня вот... то, во что я погрузилась с головой, что я боялась это потерять. Что я как бы одной ногой была и там. Я была готова на любые риски. Я понимала, что я в моменте не могу, потому что мне не позволяет голос. В моменте я стала срываться вот эти врачи. И я была согласна с мамой. Я понимала, что кто, как не мои родители, обо мне позаботятся. И донесут до Вани, что как бы, ну, это маленькие девочки, о которых нужно заботиться. Что мы не машинка. Которые можно запустить. И вот дальше что? Ну вот Сергей Лазарев в своем интервью, он говорил о том, что именно Шаповалов сорвал голос тебе. Что с таким голосом нельзя так кричать без подготовки, что нужно разогревать связки. У Юли вообще голос очень был нежный, вообще прям высокий. Это потом она приобрела эту знаменитую хрипотцу, да, когда Ваня посорвал ей голоса вот эти вот в студии, до сих пор Юля сипит, а уже петь-то особо как бы не получается. Ну, может быть, отчасти он прав. Но Лена же не кричала, потому что она не хотела срывать голос. Ну, у Лены и не было такого голоса. Не было такого голоса, но она никогда бы не сделала бы этого. Почему бы она не сделала? Ну, потому что она подумала бы о себе, о своем голосе, о своем здоровье и не стала бы это делать. То есть ты хочешь сказать, она всегда себя контролировала, а ты на взрыв. А я была вот, да, более такая душой. Ты сейчас так говоришь, как будто ты понимаешь, что ее позиция была правильнее, продуманнее. Ну, она была продуманней в любом случае. А что лучше, быть продуманной или искренней? Быть искренней, честной. По поводу все-таки вот этих вот историй художник, государство, время. Да, это очень хорошая тема. Да. Вот ты знаешь, да, Black Life Matters, вот то, что происходит в БЛМ. Вот это сумасшествие, на твое взгляд? Нет, это рост, это взросление цивилизации. То есть мы это нечестно, это вот нам это дико смотреть, да. Ну, то, что, например, Америка справилась с марихуаной, ну, справилась, да. Мы сажаем за это, то есть мы своих граждан ограничиваем, как детей, да, бьем по рукам, наказываем, а там взрослее уже отношение к этому, да. Так же и Black Lives Matter, это взросление цивилизации. Встать на колени за предыдущее поколение, это связь, это связь поколений. И в этом есть крутизна, понимаешь, что человек чувствует эту связь поколений. Нам еще до этого надо дорасти, чтобы мы почувствовали связь поколений, да, и осознали, что произошло в 17-м году, потому что мы до сих пор не понимаем, что произошло, в 17-м году, что произошло до этого. Окей, а до Харви Вайнштейна нам тоже надо еще дорасти? Да, здесь мне, знаешь, что, мне сложно об этом говорить, потому что я сам Форудом Харви Вайнштейна по-своему прошлому, и это я не скрываю, я просто это не скрываю, понимаешь, и то, что я этого не скрываю, и не скрывал никогда, это меня и защищало от подобных эксцессов, казусов, вопрос же обмана отношений. Не, ну подожди, что ты имеешь в виду? Обман ожидания, я имею в виду, обман ожидания, он такой. Ты говоришь, я никогда не скрывала, то есть у тебя были какие-то случаи, когда ты мог пригрозить тем, что ты не будешь кого-то раскручивать, или наоборот соблазнять какую-то женщину перспективами карьеры, то есть ты это имеешь в виду? Что я никогда не скрывала? наоборот, я выносил это за скобки всегда, то есть этого не ставил это в зависимости. Окей, ты осуждаешь как продюсер то, что делал Харви Вайнштейн? Я не знаю, что он делал, понимаешь, не знаю. Ты же видел все это движение ими ту женщину, которые высказывались в деталях, рассказывали, как он приставал, заводил в номер. Вот твое к этому отношение. Может быть, Харви в этой ситуации неправильно повел себя. после этих претензий, после начала этих претензий. Есть что-то, что толкает женщину публично заявить о чем-то, о чем не принято. Что толкает женщину на это? Иногда деньги, иногда комплекс обида, иногда страхи. Правильно ли я понимаю, что, по сути дела, эти женщины искали свою выгоду в этом? Не могу тебе ответить, вот честно. Хорошо, считаешь ли ты такое поведение приемлемо, вот как у Харви в Эйнштейн? Использовать свое... Использовать свою власть. Власть для отношений? Нет, это неприемлемо. Могу ли я похвастаться тем, что никогда не использовал там же? Я не знаю. Надо, кажется, конкретный случай разбирать, да? Ну, давай тогда разберем конкретный случай. Да, давай. Мне кажется, так будет легче. Клип «Простые движения». Да. Ты снимаешь его. Да. Ты поставил камеру. Да. Юля лежит в ванной. Да. И ты говоришь, кончишь, позовешь меня. Да. Ты жалеешь об этом, что ты это сделал? Это лучшие кадры вообще. Это лучшие кадры, и мне приятно смотреть. Мне на это приятно смотреть, и как я могу жалеть? Ну, смотри, я не очень хочу выкручивать фразы и цепляться за фразы, но вот ты сейчас сказал, что тебе приятно смотреть на то, как несовершеннолетняя девочка кончает. Почему несовершеннолетняя? Почему ты решил, что она несовершеннолетняя? Она уже была совершеннолетняя. Только я на момент съемок была, если я не ошибаюсь, 17 лет. Ну, а у нас этот возраст совершеннолетия, это когда? У нас 16 лет, но возраст согласия у нас 16 лет. Ну, смотри, я с тобой говорю не с точки зрения уголовного кодекса. Ну, тогда не говори это слово «совершеннолетняя», «совершеннолетняя». Ну, с точки зрения сознания. Сознание, ты знаешь... Молодая совсем девочка, ну, вот прям совсем. Ты же детский психолог, правильно ведь? Я же про это пытаюсь стою говорить, я точно здесь не по поводу, знаешь, предъявления исток. Хорошо, допустим, молодая. Ну, совсем такая вот. Всем здесь это... Кто-то... Кому-то, Юля, может, и фору дать, и это... В чем-то... Молодая, я не спорю, дальше что? Ну, как ты проявил тут свою власть над мозгами этой девочки. Какую... Ты ей сказал, Вновой власть режиссер. Давай вот кончи. И более того, еще один раз зашел, сказал, что сейчас ты ненатурально это сделала, ты меня обманула, ты не кончила, ты делала вид, сделай это еще раз. Ну, понимаешь, ты при этом взрослый мужчина, она неопытная 17-летняя девчонка, и ты проявил свою власть. Убедил, конечно, как режиссер, я убедил, что ничего более настоящего в лице Юли я не видел. Я в это верил, я в это и убедил, да, и так и получилось, и то, что получилось, это было по-настоящему, и... это до сих пор на это смотришь, это настоящее. Ну, ты понимаешь, что в этом есть потенциальный большой элемент разврата. Какого? Разврат в чем? Как человек 17-летний, который, что, не знаком с этим, по-твоему, что он не был с этим знаком, то, что я предложил, я тебе умоляю, это нормальное проявление сексуальности Юлиной, то, что это было красиво, это для меня критерий, что это... в этом нет никакого разврата. Разврат, это когда некрасиво. Почему разврат может быть очень красивым и соблазнительным? Широко закрытые глаза, сцена в этом особняке, это тоже разврат, но это очень красивый разврат, порочный. Я не называю это развратом. Лолита у Набокова это очень эстетское произведение, но оно про разврат, разврат, он в голове, он в ощущении... А где граница? А где граница, на твой взгляд? А я на мой взгляд, а я тебя отвечаю. Так я хочу у тебя спросить. А я тебе еще раз отвечаю. Граница красиво-некрасиво. Если это красиво, если в этом есть красота, это не разврат. То есть если красиво, можно все? Для меня красота это критерий красота это проявление любви. Понимаешь? Я знаю, ты говоришь эту фразу, одну такую вот клишированную всегда. Ну и все. Давай конкретно. Ну вот конкретно. Если красиво, возможно, все? С точки зрения... Как это? Если это красиво, это не разврат. А возможно, все или невозможно, все это... Нет, подожди, мы возвращаемся к эстетике и этике. Известный пример классический про лошадь и Тарковского. Ты знаешь, о чем я говорю? Ну, напомни. Ну, Тарковский ради съемок очень красивых, убил лошадь. Чем начал большую дискуссию, где часть людей говорили, конечно, зато он снял фильм, который... А часть людей говорит, нет, нельзя. Не ради какого фильма нельзя. Ты на какой стороне? Ты ела козы, конину ела вообще? Ела. Ела. Да. Вот давай попроще пример. Не надо так далеко ходить за Тарковским. Вот есть конина, козы. Нет, подожди, ты меня уводишь. Мы сейчас не про вегетарианство. Нет, про искусство и красоту. Мы же об этом говорим. Ради красоты кадра можно ли убить лошадь? Конкретный вопрос. Лошадь можно съесть даже ради красоты. Понимаешь, люди едят лошадь, чтобы дарить миру красоту. Ну, то есть, можно, нет. Они едят лошадь, чтобы есть. Простой вопрос. Да или нет? Тарковский считал, что да, можно. Значит, это Тарковскому решать. Понимаешь, я у тебя, ты художник тоже. А я... Ты как считаешь, можно или нельзя? Я могу убить лошадь даже для того, чтобы съесть, если я с ней договорюсь с лошадью. Что значит, ты договоришься с лошадью? Это значит, что я для себя должен оправдать это, если лошадь это на столе, если дает мне силу для того, чтобы давать этому миру красоту, да. Хорошо, чувствовал ли ты свою власть? Чувствовал ли ты, что ты вот условно что-то убиваешь или можешь убить потенциально, снимая эту сцену с юг? Нет, конечно. Нет, конечно. Что, убить? Ну, что-то в человеке убить. Это же легко, что-то убить в маленьком человеке. Наоборот, раскрыть, понимаешь? Наоборот, раскрыть и подарить что-то. Но там же был еще один момент, когда ты попросил ее мастурбировать на сцене перед аудиторией 50 тысяч человек на стадионе. Это где это? Напомни. Может, я что-то вылетел у меня? Ну, как, была такая история. Она выступала, огромный зал, 50 тысяч человек. Ты сказал, запусти руку в джинсы, не надо делать это по-настоящему, но ты вот сделай такие движения, чтобы все думали, что ты мастурбируешь. И мы вот так с этого начнем. Я не помню, для чего это было, для крупного плана или для чего это было. Надо смотреть конкретно. Это может быть какой-то режиссерский ход или что-то. Но ты, как детский психиатр, тебя не было. Ты же, слушай, ты читал наверняка и у Фрейда, и у Роджерса все эти примеры, как рождаются детские травмы, насколько это остается бессознательно. И какие разные они бывают. Что там травма может быть у ребенка, просто что над ним посмеялись, что он голый пописал. Как они рождаются и как они проходят, как они вылечиваются. Я тоже читал. Ну, то есть ты понимал, что если что, ты вылечишь эту травму. Наоборот, я понимал, что я лечу эту травму. Понимаешь? Я уже понял, что я эту травму лечу вот этим. То есть у нее уже была какая-то травма? У каждого есть такая травма, Ксюша, и у тебя тоже. У каждого ребенка есть эта травма, мастурбация. Чего ты сейчас это пытаешься? И это выход, это терапия. То есть ты решил, что у нее травма и решил ее вылечить таким образом? Послушай, я не решил, что у нее травма. И, дай бог, ее не было этой травмой, и слава богу. И я решил, что это, я не травмирую этим, как минимум. Может, я решил. Почему? Потому что ты открываешься, открываешь себя настоящую. И это не, это не, это всегда терапевтически ценно. Извини, что задам этот вопрос, а зачем столько ты потом сделала с собой изменений? Вот я сейчас смотрю на тебя, ты же красавица, и была красавицей всегда. вот я помню, как я смотрела, может быть, это было обидно для Лены, но всегда говорили, что вот там в тату одна красивая, а вторая рыжая. Ну, это такое было в общем. Что тебе не нравилось в себе, что ты решила так себя изменить, сделать грудь, изменить лицо? Зачем это? Ты знаешь, это не то, что мне не нравилось. Наверное, это интерес. Мне же всегда все интересно и интересно пробовать на себе. Просто психологи говорят, что обычно человек делает много пластических операций, когда он себя не любит. Операции только на грудь. Говорят, что у меня нос там сделанный, глаза. Губы сделаны. Губы. Это же не пластическая операция, но это как гель. Нет того, что я не принимаю себя, нет. Изначально мне было просто интересно, как это. Это модно, все делают, и я тоже хочу. пикбл губ, нарощенных ногтей, как вот сейчас острый мыс, клешоные джинсы, еще какие-то моменты, которые ты на себя так же одеваешь, потому что это модно на сегодняшний день. В тот момент как-то, наверное, все делают, почему бы мне не попробовать. Я такой экспериментатор, я люблю на себе пробовать. К чему я веду, многие бы, наверное, сказали, что тот опыт, который ты описываешь с мастурбацией на сцене, с камерой, которые тебя оставляли, что все это, по сути, психологическое насилие. То есть, ты думаешь, что это могло как-то повлиять? Ну, я думаю, что да. Что мне хотелось просто измениться после всего этого? Ну, послушай, я не Фрейд и не Юнг, но, может быть, тебе захотелось вообще измениться после всего этого? Не, не думала, не ассоциировала, кстати. Может, это бессознательно? Вот подсознательно не было такого, что я хочу полностью быть новой, поменяться и вот начать все с нуля. Не было такого. Мы когда ехали в машине, тебе звонил Киркоров. Да. Что он хотел? Хотел Юлин телефон. Зачем? Не знаю. Тебе не расстраивает, что тебе звонят, чтобы спросить Юлин телефон звезды? Да нет, почему у меня... Во-первых, мне, наверное, первый раз спрашивают Юлин телефон, а во-вторых, почему меня это должно расстраивать? А ты вообще не знаешь ни где она, ни что она тебя делает? Тебе не интересует? Ну, говоря, нет. Ну, что-то где-то я вижу, естественно, потому что инстаграм листаешь, постоянно что-то отмечают. Вот. Но вот так, чтобы прям лазить, смотреть, интересоваться, ну, нет. У меня настолько насыщенная своя жизнь, что... А почему вы держите за руки, как бы? Потому что нам так проще. Мы друг друга дополняем. Я ее люблю. А Лен, ты ее любишь? Конечно. Скажите, а вы зависите в карьере друг от друга? Вот если, допустим, одна скажет, все, не хочу с тобой работать, не буду петь, как другая будет ее уговаривать? Такого не будет. Мы одна целая. Юля Волкова, когда они познакомились, когда она пришла в тату, они же в прекрасных были отношениях, как сестры. Да. Почему это закончилось? Матом. Устали. Усталость металла. Это как супружеская жизнь. Но ведь, понимаешь, так получилось, что это как вот сиамские близнецы, вы же в связке находились. Разлад у вас случился с какого момента? Год, наверное, шестой, седьмой. Вот уже здесь мы уже были более взрослыми, уже без Вани. Когда я мог, я держал это вместе. Для меня их развело мое отсутствие. Ты же понимаешь, что другого ответа я не могу дать. Если я их свел, то мое отсутствие их развело. А когда ты потеряла голос или начала, скажем так, терять голос, как Ленина родители к этому относились? Не было такого, что давайте менять, давайте вот надо скорее, нужно деньги зарабатывать. Нет, нет, нет. Меня деньги нет, но мне кажется, как-то они были достаточно холодны. Их это не касалось. Ну как это касалось? Все вы же в связке. Самоган Альян для них. Родители Лены расстроились, что у Юли проблемы с голосом и они теряют деньги. И вот с этого начались проблемы. И здесь я ей сказал, что мы не вправе требовать подвига от Юли. Вот на этом собрании. Но эти проблемы правда были с родителями? Конечно. Это отмены. Шли жесткие отмены концертов. Попадание на ответственность и потери. То есть они чувствовали, что они теряют деньги, родители Лены, да? Да, да. И они говорили, давайте что-то делать. Да, было такое, да. Вы, родители Лены, то бишь, занервничали, что группа распадется и вы потеряете деньги. И что вот тогда начались проблемы между Леной и Юлей. Нет, это неправда. Мы никогда не вели никаких разговоров с Юлиными родителями, ни про какие голоса. Никогда этого не было. Ну, между собой вы вели разговор о том, что сейчас, если Юля потеряет голос, распадется группа, он перестанет зарабатывать. Мы даже не могли взвесить степень, собственно говоря, опасности. То есть это стало понятно очень постепенно, что реально там серьезные проблемы с голосом. Там не... Ну, потому что, боже мой, у кого из вокалистов нет проблемы с голосом? Пошел на адреналинился и пой дальше. Но вы забили тревогу по этому поводу? Встали говорить, слушайте, надо что-то делать. Девочка теряет голос. Я думаю, что, может быть, на каком-то собрании мы и говорили об этом, и говорили о том, что они планируют делать с этим. Но не более того. Никаких ультиматов, там, например, или, я не знаю, каких-то недовольств. Что? Да вы что? У ребенка голос пропал, а мы будем говорить, да, да, такие сякие. Universal американские предложили нам спустя уже много лет объединиться и выступить как звезды там. Вот спустя много-много лет, там сколько, пять лет прошло, мы встретились в Румынии на проекте «Голос», и как-то все пошло не так. То есть Лена приехала с таким настроем, недружеским. У нее был настроен доказать мне, что теперь вот я вот здесь, а ты будешь вот здесь. Теперь мы поменяемся с тобой местами. И она была такая дерзкая, резкая, холодная. То есть даже спустя вот все это время, насколько мы не общались, было сложно, потому что даже на сцене, когда было само выступление, там был такой момент, когда я беру Лену за руку, это и есть. И Лена руку мою вот так вот прям бросает в процессе песни, разворачивается, уходит в другой конец сцены. Но, естественно, я это все обыграла как драму, что вот Лена бросила мою руку, все. Это первое, с чего, в принципе, началось дальше Олимпиада. Прежде чем поехать на Олимпиаду, тоже было очень много вопросов. Сначала Лена не хотела, потому что у нее был медовый месяц с мужем на Гавайях. Ей были неудобные даты. А вот эти все тонкости там, там, что вот какие-то определенные моменты, туда она не пойдет, это она не сделает, то есть только вот так вот, там вот, ну, какие-то вот ее, там вот эти вот все тонкости. Ладно, закрыли на это глаза, хорошо. Главное, Лена приехала, мы вот здесь вместе, хрен с ним, выйдем, выступим, все. Вот это все, оно как-то вот очень напрягало, и вот это все как-то, вот я и говорю, Лена, у нас, у меня своя команда людей, Катерина, вот, директор, как бы, люди, команда, кто со мной уже много лет, и, собственно, у Кати очень много звонков на тему проекта Тату, который может нам, вот, как бы, с тобой организовать концерт, да, я не буду работать с твоей командой, у меня есть вот своя команда, и вот будем работать вместе. Юля поставила у меня ультиматум. Она отказалась продолжать со мной сотрудничество в проекте Тату, если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, касающихся творчества группы Тату. Хорошо, ты угрожала ей первым каналом, говорила, что у нее не будет концертов, если она не согласится на твои условия. Я не помню, что я ей сказала, что-то я, возможно, ей назло сказала, я не помню, что. Но какая-то, да, какая-то история была, потому что она настолько просто уже, знаешь, как, получается, что мы ее упрашивали лететь на Олимпиаду, мы ей предлагаем все, что есть, и человек сидит, ей что-то не нравится. И когда она начала рассказывать мне, что у меня вот там бабушка болеет, и вообще мне не до вот этого сейчас всего, я должна быть с бабушкой дома, там, в больнице, а я вот сейчас здесь сижу и вот лечу с тобой на гастроли, и тут я, возможно, могла я что-то сказать, что, детка, возможно, у тебя вообще больше не будет ни гастролей, ничего. Потому что у меня уже самой вот это все, понимаешь, как-то вот закипело во мне. А сколько сейчас время, кстати, Женя? 27-13. А вот что ты скажешь, если... Сколько? 21-12. Вот 21-15, Лена сюда зайдет. Я всегда ей рада. Она для меня никогда не была врагом. То есть это был тот человек, когда я всегда говорю, что вот, а если вот вам с Леной предложат завтра выступить, сделают тур, я говорю, пожалуйста. Ну ладно, это была шутка, это просто проверки на дорогах. Не, я всегда, я, кстати, очень... Ну просто у нее немножко другое к тебе отношение. Я знаю, я знаю. Она прямо не хочет с тобой. А я не понимаю, почему. Никто не понимает этого. Есть очень простая история. Мы как-то с ней, когда у нас была еще реклама в Японии. Сникерс. Я не хочу больше играть. Все. Они становятся капризными, как Тату, когда голодны. Вот, съешьте сникерс. Ну как? Лена мне рассказала историю, что она какое-то время ходила к психологу, потому что она тяжело очень переживала, что меня нет рядом. Я настолько привыкла, что ты справа от меня на сцене и вообще везде в жизни, что мне было очень сложно. И даже был момент, когда Катя, мой директор, мой менеджер, поехала к ней домой заключать договор. И она очень удивилась, потому что я зашла в спальню и увидела, что все те фотографии, где вы совместные, ты отрезана. То есть висели фотки с не одной фотографией, фотки, где я везде отрезана. Лена сама говорила, что она ходила к психологу. Когда люди очень долго... Ну это как семейная пара, да? И потом есть такие привязанности достаточно сильные, да? Они же долго работали вместе, 24 часа в сутки вместе. Ну тяжело, когда это раз и теряешь. Конечно. Но вам не обидно, что вы по факту заложники ее вот яркости и ее таких вот эксцентричных поступков? Нет, а я потому что не считаю Лену заложником. Ну давайте так, это как бы факт жизни. Вот если вы сейчас в гугл вобьете Лена Катина, можем прямо сейчас это сделать. Да. Хотите? Вот давайте. Первая новость Юлия Волкова. А Лена-то где я? Вот. У меня к вам вопрос. А Лена-то где я? Так Лены-то нету здесь. Лена делает то, что она считает нужным. Она поет песни. У меня в этом и вопрос. Где Лена? То есть мы вбиваем Лена Катина, а появляется Юля Волкова пошла на выбор. Да, понятно. Если вы думаете, что Лена... Что Лена вот из-за этого очень сильно расстраиваться, что Юля есть, а Лены нету. Нет, я не про это спрашиваю, а про то, что вы говорите, мы не заложники. Конечно, заложники. Вы в связке. Прошло 20 лет, но группа Тату это связка. Успех такой, что вы не можете разлепиться. Это как сямские близнецы. Что делает одна, сразу же падает на вторую. И наоборот. Есть два разных подхода. Если ты не рвешь на голове, культурно выражаясь, волосы по этому поводу, то дальше не обидно. А следующим этапом ты перестаешь чувствовать себя заложником. Я очень горжусь Ленкой, потому что она идет дальше. А кто сейчас занимается продакшеном? То есть дает деньги на клипы, на запись? Никто. У меня свой проект, он на самоокупаемости. Он самоокупается? Да. То есть ты зарабатываешь деньги с этого? Да. Сколько, если не секрет? По-разному. Я вообще в месяц, условно. Миллион рублей, два миллиона, три, пятьсот тысяч. Я очень много вкладываю в проект. Ну вот, когда как. Пандемию вообще по нулям. Вот. Поэтому, не, ну, самое главное... Меньше миллион или больше? Когда как. Иногда меньше, иногда больше. Я как-то, честно говоря, даже не обращаю внимания на цифры. Мне главное, чтобы это жило и чтобы происходили вещи. Ну, я вот смотрела перед интервью. У тебя YouTube-канал. Там у тебя 90 тысяч подписчиков. Чего ты не развиваешься? Там вообще какая-то странная, абсолютная история, потому что этот YouTube-канал был... У нас был какой-то другой канал. И потом под этим каналом открыли какой-то еще один канал. И теперь никакие каналы мы разъединить не можем. В общем... Канал принадлежит тебе? Где 90 тысяч? Друг... Не, другому каналу, который там... У которого еще куча каких-то тысяч. И кто его открывал, вообще уже никто не помнит. В общем, это все как-то странно произошло. Вы не можете владельцев найти? Мы не можем найти ни пароли, ни явки, вообще ничего. Слушай, я с другой стороны тут пыталась зайти на твой официальный сайт. То же самое. Там написано, хостинг не обслуживается. Странно. Я точно оплачивала хостинг. Ну, а почему вот так? Не знаю. Мне кажется, сейчас уже все в интернете. Ты тоже не развиваешься. на том, что сейчас в данный момент самое важное, самое главное. Сайт, YouTube, Instagram. Instagram, да. У тебя там 220 тысяч подписчиков. Да. Вен, ты была участницей самой известной российской группы. Одной из самых известных групп на планете Земля. 220 тысяч подписчиков. Ты серьезно? Что случилось? Не знаю. Разве количество влияет как-то на качество? ты понимаешь масштаб того, что происходило в твоей жизни. Конечно, понимаю. И абсолютно хорошо понимаю то, что происходит сейчас. Как это все проеблось, прости. Ну, почему проеблось? Не обязательно проеблось. Просто так случается. Сольная карьера, давай честно, у вас у обеих не особо задалась. Но если вот уже разбираться, в степенях этого не задалась, она стала чуть-чуть более успешна, как сольный проект, чем ты, согласись. Мне сложно судить, потому что... объективно так. Она смогла все-таки в билборд попасть со своей сольной песней. Это все равно какое-то... Ну, в тот момент, наверное, да. В тот момент. Получается, что, понимаешь, как группа вы стали мировой, но в группе ты была самой яркой звездой. Дальше группа развалилась, у обеих не очень все задалось, но на каком-то низовом уровне у нее все равно получится. Она попадает в билборд. Дальше. Ну, ничего. А дальше ни у кого ничего. Все. Это, да, был такой момент, ну, это, во-первых, связано с моим голосом в том числе, потому что 12-й год мы делаем дуэт с Биланом. Все вот это начинается, движуха, и потом у меня происходит травма голоса, и все останавливается, и все заканчивается. Когда тебе стинг напевает в твоих песнях, а Пав Дэдди машет твоей юбкой, после этого петь с Димой Биланом, ну, блин, ну, как бы, может, в какой-то момент, вот, знаешь, уйти на очейки сказать все. Ну, не, ну, почему бы и нет? Ну, потому что это как бы с горки уже, с ярмарки едешь, понимаешь? Стинг Пав Дэдди это топ. Топ. Да, Дима Билан, это Россия, я знаю. Но это была Америка. Ну, а Дима Билан, это Россия. А так как я здесь живу, здесь продолжала свое творчество... Очертаниями Тверская область очень похожа на Францию. Больше ничем на Францию Тверская область не похожа. Ну, я не думала об этом. Подумай. Слушай, я знаю, что сейчас вы часто, ну, уже вот ты сейчас, как сама по себе, выступаешь в том числе в гей-клубах. Да, всегда выступала. Мы всегда выступали, я всегда выступала в гей-клубах на гей-проектах. Там тепло принимают. Очень хорошо принимают всегда. Ну, а есть что-то, не знаю, что-то чаще всего просят? Вот у тебя есть новые песни, новые альбомы. Да. Но наверняка ведь просят. Нас не догонят, спой. Во-первых, нас не догонят, я пою. Это... Есть определенный набор песен, которые я исполняю. Их ждут, их любят, ты, как бы, почему вы собственные, нет. Я их сама очень люблю. То есть у меня программа делится, как бы, на две части. Есть мои сольные песни, есть песни тату, и вот они живут. А какое процентное соотношение у тебя в программе песен тату и твоих? 50 на 50, 70 на 30? Когда как. Опять же, в зависимости от... Когда, если стандартные, да, например, там выступление 45 минут, то где-то вот, наверное, 60 на 40 получается. То есть 60 своего материала, 40 тату. Скажи, а голос невозможно восстановить? До конца нет. Ничего уже того, что было, уже не будет. Такой долгий путь, но я с ним смирилась, я себя приняла, потому что для меня самое главное, что я жива, дети, родители, и жизнь дальше продолжается. Слушай, ну вот Лена, понятно, создала свою продакшн-компанию, выступает, поет песни, ну, как-то развивается, зарабатывает деньги. А ты как сегодня зарабатываешь деньги? Так же я работаю, я не останавливалась, я работала в любом случае, была дизайнером обуви, реклама, недвижимость. У тебя куплено несколько квартир, и ты их сдаешь. Плюс параллельно я никогда не останавливалась работать. Ну, сейчас же ты не работаешь, вот как певица. Почему я выступаю? Все равно выступаешь? Даже с таким голосом, с монограммой? Более того, живьем. Ну, как? В живой коллектив. Вот мне петь легче, чем варить. Часто зовут в клубы, в разные? Да. В гей-клубы часто зовут? Нет. Почему? Спросите у геев. Ну, подожди, вот Лена говорит, что она часто в гей-клубах. Лена, да, Лена, у нас эталон. А почему так? Ну, не знаю. А почему ты не эталон? Я не думала никогда на тему. У тебя когда ближайший концерт, куда мы можем сходить? Кать, когда у нас ближайший концерт, куда мы можем сходить? У нас корпоративы сейчас, да? Тур начинается вместе с Ты Суперстар. 7 июня в Санкт-Петербурге у нас начинается большой тур с Ты Суперстар. То есть 7 июня? 7 июня в Питере, да. Ты Суперстар – это же телевизионный проект. Сейчас в рамках проекта тур. То есть ты там не одна, ты там будешь ведущей или кто? Я буду выступать. Ты будешь выступать. Есть догадки, почему вот Ваня ушел и оставил вам бренд? Но он же мог бы этого вообще не делать. Я не знаю. Вы не обсуждали никогда? Нет. Ну, то есть он пришел и просто сказал, вот, держите тату вашу. Нет, мы никогда это не обсуждали. В принципе, я думаю, что, ну, во-первых, после Вани, и во время Вани, и после Вани всегда существовал Борис Ренский. И они занимались всякими, если говорить в ключе, правовых каких-то вещей, да, там, бумажек, там, и так далее. Это туда. Как ты им отдал бренд тату? Что значит отдал бренд? И название, и права на песни. Кому принадлежат? Права на песни по-разному. Первый альбом одним... Первый альбом кому принадлежит? Какие? Смежные или авторские? Авторские авторам смежные, не формату. Не формату. Не формат, это твоя ферма. Это моя с партнером, с Ренским. С Ренским. Да. Она еще существует. Да. Так, и туда отчисления переходят. Да. Но, насколько я понимаю, ты с этого бренда тату, вот, девочки гастролируют, ты денег не берешься. Нет, ты с этого не берешься. Почему? Ну, я, во-первых, не думаю, что там уж большие какие-то деньги, пусть эти деньги останутся им, а я разберусь с фонограммами. А круто. Ну да, да. А уж то, что они забирают, пусть зарабатывают, и я рад, что они еще зарабатывают, и дай бог. Но ты же все равно при этом рациональный человек, продюсер. Ты понимал, что это ты создал, это твое детище. Это детище все равно еще даже на спаде будет приносить много лет денег. Да, то есть тут я не стал вступать в переговоры, но ты права, что условия выхода из управления могли бы быть более выгодные. Да, могли бы быть. Ну, так получилось. Ты не жалеешь об этом? Нет, потому что у нас сейчас нормальные отношения, и все вопросы, которые там можно решить, мы решаем. Но все говорят, что ты полностью потратил все деньги, заработанные из стату. Да. Как это могло произойти? На что? На Поднебесную все. На вот на реалити-то или? После? На обогрев вот этой всей тусовки. На путешествия, на аппаратуру, на записи. Хотя бы примерно можешь сказать, сколько ты потратил? Это несколько миллионов долларов? Ну, на один ледокол я потратил порядка миллиона. До этого возил самолетами в Японию, там, и в Поднебесную, строил Поднебесную, в Бухеву, там. Ну, много, достаточно, да. Что сейчас тебе приносит доход? Иногда продакшн музыкальный, иногда... Я не скажу, что там у меня какой-то большой доход. Так, я умерил свое потребление. Ну, это в месяц, условно, 500 тысяч рублей, там, 100 тысяч рублей, миллион. Ну, вот порядок цифр просто понять. По сравнению с миллионами долларов, которые были. Ну, мне хватает, понимаешь, будем так говорить. Мне хватает, пока хватает. Когда не хватает, друзья помогают. Теперь пока шепотом. Дети, отойдите куда-нибудь туда, пожалуйста, чтобы вы не слышали. Что у тебя был за роман с каким-то бандитом, о котором ты проболталась в одном интервью? Из ОПГ какой-то якобы. Что это за бандит? Рассказывай. Слушай, ну, была история, она была... Она закончилась не очень, конечно, хорошо. Ну, ты бросила, что ли? Да, я ушла. Почему? Наверное, устала. От чего? От жизни между Москвой и жизни между там, где он находится. Наверное, вот этот образ жизни. А он откуда? Он из Питера? Нет. В Подмосковье? Он из Грузии. Он из Грузии. Какой-то грузинский вор в законе. Известный? Известный. Это какая-то вот эта тусовка Бадри? Их тусовка. Ну, я не знаю, какая-то тусовка, я не буду никаких ничего говорить и озвучивать. Что тебе нравится вот в таких вот, условно, авторитетных, прибандиченных людях? Характер. Что они жесткие? Да. Что могут тебя держать? Упорство, жесткость. Да. Ну, давай так, таким у тебя немножко прослеживается, потому что ты еще до этого, это был 2001-й. Это папа Вики. А, он тоже был какой-то? Он тоже был, да, он тоже из этой сферы. Ну, как-то он так вот получается, что вот... Как? Почему? Не знаю, потому что как-то вот, наверное, вот этот вот круг, вот как-то вот много знакомых и... А папа с Викой общается? Он в Москве живет? В Москве живет, да. Он обеспечивает ее? Нет. Никак. Нас вообще нет. Почему? Нет денег? То есть он на каком-то низовом уровне бандит, что ли? Четверо детей. Четверо детей. Жен там... Не до нас. Мама много времени проводит своими? Ну, в последнее время, да. Когда у нее не так часто гастроли бывают, да. Листовки за мамой будете расклеивать? Ну что, маму слушаете? Какая любимая мамина песня? Нас не догонят. То же самое. Вы как думаете, про что эта песня? Ты после тату в 2004 запустил проект «Тату Поднебесная номер один». Там была сборная солянка разных треков, разных артистов. И там была песня с очень смешным названием «Володя Путин, давай замутим». Это было обращение поколения к власти с надеждой на понимание и что-то общее. Надежда оправдалась? На мой взгляд, не совсем. То, что сейчас происходит по отношению к поколению молодому, да, это конфликт. Это жесткий конфликт. Я это почувствовал, знаешь, когда... Вот «Труги красные». Помнишь историю, когда школьников... То ли их застрелили, то ли они застрелились. Как мальчика, который там на Арбате читает стихи, начинает тащить в участок. Покажите! Что вы делаете? Покажите, пожалуйста. Сильно испугался. Будешь еще читать стихи? Да. Читай. А что ты читал? Да. Да, Натан? Да. Вот это вот проявление по отношению к детям – это очень тревожный критерий. Вот это, понимаешь, когда доходит до детей, до молодых. И вот это отношение не получилось. Тату, вот смотри, я вот все-таки не могу этого понять. Вот в пике славы. Главная группа с западным успехом, единственная, вообще до сих пор такой нет, удачный экспорт России в мире, как ее называли. Ну, должны же были большие начальники как-то попытаться с вами договориться. Еще раз говорю, Ксюша, я намеренно, ненамеренно, подсознательно выстраивал какую-то защиту от нежелательного сближения, потому что тату – это апология протеста. Чисто, искренне. Ну, так это же удобный протест был для власти. Хуй войне! Это же прямо отлично для российской политики. Вот вам, американцы, не бомбите Ирак. Это же офигенная история. Хуй войне! Да, так, ну. Ну, то есть, по идее, это должны были придумать в администрации президента. Это акция, которая отражала контекст. Относись к этому так, это не политическое, это строки припева, написанные на груди. Вот и все. То есть ты не вкладывал никакого политического контекста? Конечно, конечно, я в нем был в этом контексте, сам в нем был. Мы приехали в Америку, и первое, что ничего не говорите про войну, про Ирак, ничего не говорите. И все, и ты уже в этом контексте. Все, ты понимаешь, как ничего не говорите. И протестная группа, как это ничего не говорите. И все, и ты начинаешь в этом направлении. То есть они подсказали идею сами. Они спровоцировали, конечно, да, этим ограничениями всеми. И мы их обошли. Смотри, просто такое ощущение, что зашоренность у Америки тогда была даже больше, чем у России. Больше, да. Был момент, когда там остаться, не остаться с универсалом. И вот это вот ощущение свободы, которое было в России, тогда Россия была свободнее, чем Америка. Это чувствовалось даже на хайвее. Когда я еду на хайвее и залезаю на полосу, то ли на неразрешенную полосу, и еду по, ну, так вот захотелось мне, по неразрешенной полосе. И едет какой-то джип за мной, а там эти, арабы. Понимаешь, а это еще было после 11 сентября. И они мне показывают, вот, да, круто ты вообще такой. Понимаешь? Я понял, что вот это вот... Ощущение. Да. Freedom. Слушай, ну вот, получается, да, тогда же и проект этот сам, тату, когда он возникал, там кто-то, по-моему, даже ты говорил, что мы опередили на полгода Запад. То есть тогда, это я напомню, тату создавалось в то время, когда Бритни Спирс говорила о том, что до свадьбы никакого секса. А и тут вдруг вот на этом американском фоне появляется тату. То есть мы были гораздо свободнее. Свободнее, да. А сейчас бы взяли такой клип куда-то? Куда? Где? Кто? На MTV. Ну, кто-нибудь. Ну, хоть один канал бы взял, вас же тоже тогда с трудом. Ну, как сейчас? Ты понимаешь, мы же испугались этой свободы. Пошли к офицерам России и сказали, да, все, мы больше не хотим этой свободы, защитите нас. Хорошо, конечно, мы вас защитим. Только мы все возьмем. Да. И так и получилось. И вот я помню, как я смотрела эти клипы и думала, вау, ну, невероятно, это круто, это совсем другая энергия. Это вот полное уничтожение того совка, который мы все ненавидели. Неужели совок был 10 лет назад всего, а сегодня у нас уже группа «Тату». А вот это догнали, это про то, что прошло время, и вот, пожалуйста, Юлия Волкова, у нас теперь будущий депутат Единой России. Ну, смотри, нас не догонит, прошло сколько времени уже, и мы, эта песня, она идет по жизни, она уже как гимн в разных сферах, в разных направлениях. И то, что было 20 лет назад, тогда действительно «Тату» это было актуально, когда среди всего вдруг такой взрыв. Я, наоборот, не представляю сейчас «Тату» вот именно сейчас, в 2021 году. Вас догонят, девочки, еще как догонят. Субтитры сделал DimaTorzok